Первый лагерь 4 метра 83 сантиметра. Прыгает саяна полка порога. Рискул с удовольствием Салёна Жалкова. Рискул с удовольствием Салёна Жалкова. Рискул с удовольствием Салёна Жалкова. Здравствуйте, уважаемые телезрители, любители спорта. Национально-овещательная компания САХА начинает прямую трансляцию со стадиона Олимп, где у нас сейчас проходит второй соревновательный день по лёгкой атлетике. Вчера в рамках нашей прямой трансляции вы могли видеть забеги на 5 тысяч, на 10 тысяч, на полторы тысячи и 400, а также 100 метров. Ну а сегодня, сегодня нас ждут забеги в дистанциях 200, 800, 3000 и 5000 метров. Как и вчера, сегодня за происходящим на арене будем вместе с вами наблюдать мы, я, Владимир Алексеевич и Николай Зубоихинов. Начинаем второй соревновательный день седьмых спортивных игр, которые проходят в Анге. И в данный момент вы увидите предварительный забег на 200 метров. Приглашаем сагуру за руку. Выиграл забег Татьяна Олешко, это пока предварительный, в будущем будет попозже финальный забег. Да, напомним, что Татьяна Олешко вчера первенствовала на дистанции 100 метров. Представительница Ангинского Луса на домашней арене продолжает радовать своих земляков и собравшихся любителей легкой атлетики, королевы спорта. Татьяна Олешко, поздравляем. И мы еще раз отметим, что это результаты именно команды соревнований по легкой атлетике. Вдруг кто-то из наших телезрителей подумает, что это результаты всех игр, да? По первому дню. У нас сегодня будет второй день и завтра будет последний день. Завтра будет проходить марафонский бег утром и после обеда где-то 16.00. Шведская эстафета 800, 400, 200 и 100 метров. Это самый интересный момент будет на этих игр. Сейчас дает удар, второй. Это третий мы забели. Да, это третий забег. И в скором времени у нас сформируется состав участников финала среди женщин на этой дистанции. И сейчас мы видим, какая сейчас борьба развернется на последних метрах. Но борьбы, видимо, не будет с большим отрывом у нас... Да, 16 номер. Да, к сожалению, у нас с протоколом... Номер не сходится, поэтому... С большим запасом финишировала спортсменка. У нас в этом забеге участие принимали... Саина Пермякова из Мегина, Кангаласского улуса и ее землячница командица Эльвира Копаракшина. А также Екатерина Сотикова из Алекминского улуса и Константинова из Амгинского. И представительница команды спортивного союза студентов Айза Туприна. Ну и сейчас у нас есть прекрасная возможность еще раз увидеть, как спортсменки финишировали. Сотникова Екатерина Олег Клинский улус выиграла третий забег. Ну, по результатам 6 лучших попадают в финальную часть забег и будут оспаривать дальнейшие места. Да, у нас состоялись все три забега на этой дистанции среди женщин. И как мы получим протокол с финала, мы обязательно сообщим состав финалисток. Ну, еще раз поздравляем Екатерину Сотникову с победой в этой забеге. И в этом забеге мы сейчас переходим к мужчинам. Это у нас первый забег, та же дистанция. И давайте представим участников данного старта. По первой дорожке у нас побежит Никита Петров из Мегина-Кангласского улуса. По второй дорожке Игорь Чудинов, представитель команды ЕГСХ. По третьей дорожке Валентин Иванов из Ленского района. По четвертой дорожке у нас стартует Максим Будищев из Якутска. По пятой дорожке побежит Дамир Чачуа из Мегинского улуса. И по шестой дорожке у нас бежит Эрлан Шамшиддинов из Амгинского улуса. Стоит отметить, что у нас среди мужчин на этой дистанции будет два забега по шесть спортсменов. Итак, ждем команды Старт. В этом забеге участвует. Вчерашний победитель бега на сто метров Иванов Валентин из команды Ленского улуса. Он бежит по третьей дорожке. Обращаем ваше внимание. В форме российской сборной по третьей дорожке. Кака лидирует. Да, он наращивает свое преимущество. И да, с запасом также он побеждает в этом забеге. 22 секунды с копейками прибежал. Но им еще предстоит финальный забег. Поэтому надо и сохранять скорость, и силу побыстрее восстановиться в финальном забеге. Вот вы видите на экранах Иванов Валентин. Весомая заявка для того, чтобы повторить успех вчерашнего дня. Посмотрим, что будет. Вчера было очень такое, с помощью фотофиниша определены чемпионы и призеры беги на сто метров. Так как они очень плотно прибежали, были какие-то спорные моменты, но с помощью именно фотофернометража у нас выявлены чемпионы и призеры седущей спортивной резины. Да, вчера было несколько забегов. И у женщин тоже был спорный момент между Олежской Татьяной и Зиничевой Татьяной. И благодаря помощи такой техники мы можем уже полностью определить, кто же выиграл, кто же стал призером. Ну и наша телетрансляция также предлагает вам, дорогие телезрители, вот самим тоже постараться разобраться, кто же финишировал первым, вторым и третьим. Но в данном случае, конечно же, бесспорно у нас Валентин Иванов финишировал первым большим запасом. Ну а мы получили, знаете, протоколы финала вот прошедшего, ну по итогам, да, вот забегов среди юношей и девушек. Давайте мы быстренько озвучим. Итак, девушки, в финал у нас побегут Рита Лобановская, Ленский район, Екатерина Ким, Черопчинский улус, Илона Юрченко, Мирненский район, Анастасия Колесникова, Кобяйский улус, Ксения Комарова, Ленский район и Анжелика Мальцева, Нерингвинский район. Давайте мы еще успеем озвучить и состав финалистов среди юношей. Гаврил Филиппов, Мегиноконгаласский улус, Виктор Золотов, Амгинский улус, Данил Лаврентьев, Якутск, Джулус Хан Тихонов, Мегиноконгаласский улус, Александр Глухов, Ленский район и Тимур Каюмов, город Якутск. А тем временем готовится к предварительному забегу второй забег. Иванов Аял по первой дорожке, Вилючский улус, Догайдонов Эдуард Черопчинский улус, Филиппов Леонид Амгинский улус, Ченарев Сергей, город Якутск, Жарин Михаил Амгинский улус, Иванов Ким Сунтарский улус. Вчера мы видели, как Филиппов Леонид, бегая на 400 метров, сошел с дистанции, немножко захромал, но сегодня он вышел на дорожку. Хотя пока... Вот Жарин Михаил с командой Амгинского улуса. Вчера он стал бронзовым призером бега на 100 метров. Сегодня, наверное, постарается улучшить свои показатели. Записать в свой актив еще одну медаль, да? Посмотрим, как сложится. Не только медаль, он настроен всегда на победу, и у себя на родину постарается, да, наверное, все-таки. Он много лет был чемпионом республиканских соревнований, спартакиады-мончары. Очень такой опытный спортсмен. Ну, еще раз давайте отметим то, что это у нас второй забег среди мужчин, все та же дистанция, 200 метров. И по итогам этого забега будут известны все результаты. И судьи составят, ну, выявят 6 спортсменов, которые выступят в финале. Да, единственным, кто не участвует на этих соревнованиях, это Егоров Вячеслав, мастер спорта России, ну, ввиду своей занятости на работе, он не сможет участвовать на этих играх, что очень жалко. Было бы намного интереснее. Здесь же Сергей Чанурев по четвертой дорожке в городе Куз. Он становился призером первенства России, очень здорово бегал. Да и сейчас продолжает удивлять и радовать своих болельщиков. Да, видим, что пустует первая дорожка. Таким образом, стартует у нас 5 спортсменов. И давайте наблюдать за ходом борьбы в этом забеге. Пока Сергей Чанурев с поворота выходит на финишную прямую лидером. Жарин, Михаил, вторым идет. Ну, пока нет, как бы, полностью любую бежать, а, как бы, сохранят. Выигрывает забег. Жарин, Михаил, Ангинский луз. Ну, Сергей Чанурев тактически бежал. Уже знает, наверное, что попадет в финальную часть. Результаты перед большим забегом в 200 метров. То же самое делал всегда Усейн Болт. Он отрабатывал первые 150 метров. И последний метр он отглядывался, смотрел по сторонам и, как бы, сохраняя сил, не тратя огромных усилий, доканчивал бег. И перед вами Михаил Жарин. Очень уверенно пробежал дистанцию. И мы в скором времени, как получим протокол составом финалистов, обязательно его озвучим. И, скорее всего, мы, конечно же, в этом протоколе увидим фамилию, имя и фамилию Михаила Жарина. Да, Михаил Жарин, 86-го года рождения, 33 года. Для спринта это большой возраст, но и опыта у него хватает, чтобы все-таки показывать свои лучшие результаты. Для спринта с возрастом скорость падает, это для выносливости. Наоборот, может быть, как-то лучше становится. А тут спринты надо молодые, наступают на пятки. Ну и видим, как Сергей Ченарев после поворота лидировал представитель города Якутска. Но, как вы все прекрасно видели, на последних метрах Михаил Жарин дал газу, так сказать, и выиграл этот забег. Да, наверное, задние мышцы бедра немножко беспокоят, Михаила Жарина. Ну, погода сегодня немножко лучше стала, солнышко, немножко ветер гуляет, но ветер со спины дует. Да, мы получили протокол финала. Так, 200 метров женщины. У нас за медали будут бороться Екатерина Стрюкова и Кдана Собакина. Обе спортсменки представляют Черопчинский Улус. Так, Татьяна Зиничева из Кобяйского Улуса. Татьяна Олешко, Амгинский Улус, Екатерина Сотникова, Алёкминский район и Наталья Сапожникова, Мирненский район. Определились все финалисты в забегах на 200 метров. Да, вчера на 100 метров было несколько фаст-стартов. И некоторые спортсмены не смогли. Да, и вот представляем вашему вниманию результаты. Бег на 200 метров. Видим, Татьяна Олешко у нас финишировала с результатом 27.05. На втором месте Кдана Собакина 27.09. Тройку лидеров замкнула Екатерина Сотникова. Ее результат 27.49. Далее у нас идут Екатерина Стрюкова, Чуропчинский Улус. Наталья Сапожникова, Мирненский район. Ия Константинова, Амгинский Улус. Эльмира Баракшина, Мегиноконгаласский Улус. Мария Егорова, Верхневилюйский Улус. Элина Лукьянова, Мирненский район. Айза Туприна, спортивный союз студентов. Лидия Пехтерева, Вилюйский Улус. Саина Пермякова, Мегиноконгаласский Улус. И на 13 позиции Изумира Николаева из города Якутска. И у нас в финал выходят первые шесть спортсменок, которые представлены в этом списке. То есть это Олежка, Собакина, Сотникова, Стрюкова, Сапожникова, Константинова. По результатам предварения надзабегов лидеры как бы их садят. Средние дорожки это где-то третья-четвертая дорожка. Но это немножко удобно для лидеров. Те, которые бегут по самой внутренней дорожке, они немножко на поворотах. Чуть-чуть ограничения все-таки есть. Но зато те, которые находятся в середине, они все видят как бы своих соперниц. Да, и стоит отметить, что вот если даже выиграешь забег, не факт, что попадешь в финал, да? Потому что судейская коллегия отбирает по общим результатам. То есть может даже такое случиться, что выигрываешь забег, но в финал не попадаешь. Такое тоже может быть. Ну, здесь распределены лидеры тоже в двух забегах. Здесь не было такого сильнейшего забега. Всех как бы распределены на равной посильной возможности по скорости. Дорогие друзья, в скором времени у нас будет дан старт забегу на 800 метров. По этой дистанции у нас побегут также девушки, юноши, мужчины и женщины. Ну, и по традиции у нас, конечно же, забеги начнут девушки. Ну, и у нас будет по этой дистанции также два забега по шесть, да, как я понимаю, по шесть участников. Ну, и мы продолжим ожидать. Ну, я хочу вернуться к вчерашнему дню. Вчерашнее открытие меня очень сильно поразило. Я вот, начиная с 92-го года, стал свидетелем открытий различных «Зармани», «Спартакята», «Мончары», «Сельские спортивные игры», тогда еще назывались «Международные игры Дети Азии». Но вчерашнее открытие очень было красочно, очень на одном дыхании. Все это было организовано очень красиво. Спасибо всем участникам. Хотел бы сказать всем, ну, я так примерно прикинул, ну, все жители Амгинского луса внесли свой вклад, чтобы эти игры проходили на высоком организационном уровне. Наверное, было очень много субботников, очень много собраний, много было, наверное, тут комиссия работала. Все было очень хорошо им. Да, безусловно, каждый житель Амгинского луса внес свой вклад в проведение данных игр и радует то, что все у нас проходит на действительно высоком организационном и спортивном уровне. И прямое тому доказательство, действительно, вот вчерашняя церемония открытия, которая состоялась на этой арене. Ну, дорогие наши телезрители, которые вчера смотрели прямую трансляцию, вы сами все прекрасно видели. Более двух тысяч людей было задействовано в это красочное мероприятие. И я действительно думаю, что праздник спорта такого масштаба действительно должен открываться таким потрясающим, такой потрясающей церемонии. Масштабы действительно впечатляют. И уже сегодня на этой арене у нас продолжаются соревнования по легкой атлетике. И также у нас сегодня начнутся соревнования по вольной борьбе. Мы также будем транслировать ход этих соревнований на наших телеканалах. Дорогие друзья, оставайтесь в курсе. Будьте в курсе всех событий вместе с нами. Следите за нашими прямыми трансляциями на телеканалах НВК Саха, Якутия 24 и Мамонт. Очень жалко, что на этих соревнованиях не присутствовала Наталья Леонтьева, мастер спорта международного класса, чемпионка России, бега на 5000 метров. Сейчас она находится на сборах, на соревнованиях. Наверное, у нее другие планы. Может быть, она планирует попасть в сборную команду России для участия в Олимпийских играх. Я думал, увижу реванш после спартакиада Монтьяры в Верхнем Ильинском улусе, когда выиграла Сардана Трофимова у себя на родине, в Верхнем Ильинске. Она с рекордом республики выиграла дистанцию 3000 метров. И на 5000 метров она стала тюпенкой. В личном споре она как бы одержала вверх Натальи Леонтьевой. Ну и нужно дать должное и Наталье Леонтьевой. Она очень опытная спортсменка. Впервые в истории якутского спорта она стала участницей Всемирной универсиады, которые проходили в 2013 году в городе Казани, Татарстан. Для якутского спорта, для якутской легкой атлетики это огромный успех. Ну вот результаты забега на 200 метров. Мужчины на первом месте у нас расположился Валентин Иванов, представитель Ленского района. Его результат 23-03. Михаил Жарин 23-04. Его результат он на втором месте. А на третьем месте Сергей Ченарев, представитель города Якутска. Его результат 23-11. Ну это Вячеслав Егоров будет видеть на своих экранах. Он не смог приехать, хотя на отборочных соревнованиях взял путевку, чтобы быть участником этого соревнования. Но его организация не подпустила к этим играм. Он выехал. Работает в МТС. Организация его не отпустила на эти соревнования. Ну и бывает такое тоже. Так бы он украсил своим присутствием на этих играх. Он становился чемпионом игр. И в Сунтарах 100 метров выиграл. Тогда бегая на 100 метров был выставлен самый огромный приз. Автомобиль УАЗ. И он в борьбе за первое место между Федором и Жирковым в упорной борьбе выиграл. Но тогда он молодой был. Все рассчитывали, что выиграет Федор и Жирков. Но случилось так, что на финише оказался первым именно Вячеслав Егоров. После этого он в 2010 году в Олегминске выиграл. То есть в спринтерской дистанции. Потом выполнил норму мастера спорта России. Очень опытный, очень титулованный спортсмен. Ну сейчас на 800 метров мы ожидаем очень упорной борьбы между Максимом Овчаренко из города Ленска и Михаил Руфов. Михаил Руфов вчера выиграл дистанцию 400 метров среди мужчин. Он является рекордсменом республики. Бега на 400 метров. Результат у него 48-45 секунд. Что для якутского спорта это очень даже здорово. И он как бы на чемпионате республики, на отборочных стартах впервые как бы бежал дистанцию 800 метров. Пробует себя, свои силы. Именно вот спринтерская дистанция 400 метров, а 800 он уже относится к средней дистанции. Таких людей очень мало. Я помню вот был такой знаменитый кубинский декатлет Альберто Хуан-Тарена, двукратный олимпийский чемпион. Он в 1976 году в Монреале выиграл и 400 метров, и 800 метров. Обычно 400 метров и 200 метров бегут, или 800, и 1500 метров. В данном случае Михаил Джалин решил попробовать и 800 метров, и 400 метров. Он мог бы и на 200 метров побороться за первые места. Ну, наверное, он решил и на 800. 800 метров, это по стадиону два полных круга. Стартует там же, где и финиш. И первый поворот 800 метров, они бегут по своей дорожке. Потом на дальней от трибуны по прямой они переходят на общую дорожку. Да, и как видим, спортсменки уже вышли на свои дорожки. И давайте представим список участниц первого забега. По первой дорожке у нас побежит Евгения Огнева, представительница Нюрингвинского района. По второй дорожке Ева Аводнева из Ленского района. Третья дорожка Кандалина Ксенофонтова, Сунтарский Улус, четвертая дорожка Айталина Иванова, Намский Улус. Пятая дорожка Дарина Ушницкая, Усть-Алданский Улус, шестая дорожка. Виктория Хабарова, Мегина Конголаский Улус и... Лукина Лилиана. Да, представительница Черепчинского Улуса. Ну так как дорожки у нас по кругу только шесть, по шестой дорожке бегут и Хабарова, Виктория Мегина Конголаский, и Лукина Лилиана. Лукина Лилиана – это дочка чемпиона спортивных игр намса по марафонскому бегу Василия Лукина. Василий Лукин со своей семьей выигрывал много раз крупные соревнования республиканские и по России среди семейных соревнований они также становились по линии урожая, становились победителями российских соревнований. Да, у нас опять-таки есть несовпадение номеров по протоколу, но мне кажется, что это Евгения Огнева, она стартовала по первой дорожке, и она вот резво, да? Да, с заметным отрывом уже начал бег, но она, наверное, это уже финальные забеги. Финальные забеги, результаты мельчих забегов уже будут вводиться итоговое время, поэтому те, которые бегут по первому, ну, второй забег – это семейный забег, и в первом забеге им остается только бежать как бы со своей скоростью, чтобы что-то попасть в следующие места. Догоняющую группу, да, которая вот бегает за Евгения Огнева, и у нас эту группу возглавляет Виктория Хабарова, представительница Мегина Конгласского в Лусо. Ну что ж, последний круг, на второй круг вышли спортсменки, и мы видим, каков отрыв, да, серьезный? Ну, пока еще ничего не известно, потому что… Сейчас начнут атаковать соперниц. Да, 58-й номер Виктория Хабарова, подъезжает к лидеру. Да, вот видим то, что потихонечку-потихонечку вот отрыв сокращает, сокращает Виктория Хабарова, но сейчас все будет решено, да, вот после поворота сейчас самое интересное начнется. Мы видим то, что есть у нас группа, так скажем, лидеров, да, вот первая тройка, которая бежит впереди. Виктория Хабарова и присоединилась Дарина Ушницкая, она сейчас на третьей позиции. Ну, да, все у нас близится к тому, что без изменений у нас завершится данный побег. За две минуты 33 секунды. Финишировали все участницы первого забега. 800 метров это излюбленная дистанция Юрия Барзаковского, вы помните, в 2004 году на Олимпийских играх Афина, российский легкоатлет Юрий Барзаковский впервые в истории российского, советского спорта, стал чемпионом Олимпийских игр, именно бега на 800 метров среди мужчин. Были и такие моменты, когда Надежда Ализаренко в свои лучшие годы, она становилась олимпийской чемпионкой 80-го года в Москве. Так вот, она на тренировке за один день установила два мировых рекорда. Она на тренировке утром в контрольный бег бежала на 800 метров и вечером. И, что примечательно, за один день, два раза она установила, как бы, ну, превзошла свой же рекорд мира, но тогда это не считается, конечно, это не соревнование было. Бывают такие моменты у спортсменов, когда какой-то день у них такой подъем. Это надо поймать именно конкретно на этих соревнованиях. Да, сейчас дали старт второму забегу. Среди девушек у нас все та же дистанция, 800 метров. По первой дорожке у нас бежит Александра Жердева из Алданского района. По второй Инесса Павлова, Верхний Вилюйский Улус. Третья дорожка Юна Марова, Мирненский район. Четвертая дорожка Александра Лаврентьева, Алданский район. Пятая дорожка Валентина Данилова, Вилюйский Улус. И по шестой дорожке у нас бегут Милена Белолюбская, Амгинский Улус. И Нина Шахова, Кобяйский Улус. А пока лидирует Лаврентьева Александра из города Алдан. Ну и видим то, что тоже резво стартовала спортсменка. И вот сразу ушла в отрыв. Но мы знаем, что у нас впереди еще достаточно. Да, здесь тактика тоже играет очень огромную роль. Тоже опять же вернусь Юрию Бартаковскому. Когда он бежал, он всегда в начале дистанции, всегда был последним. И когда у него спросили, почему вы так медленно начинаете, он говорил, я не медленно начинаю, это мои соперники быстро начинают. Он расходили 800 метров на 4, как бы равные по 200 метров. И когда расстояние 200 метров он должен бежать как бы с одинаковой скоростью. И что привело его к победе на Олимпийских играх. И не раз он становился и трейдером, и победителем многих моих свободных соревнований. В том числе и в чемпионатах мира и Европы. Тут мы видим Александра Лаврентьева из Алданского района. Продолжает очень уверенно лидировать в этом забеге. Приличный пас. Вот мы видим. Городом одиночестве, да, бегает? Резво стартовала и удерживает хороший темп представительница Алданского района. На ваших телеэкранах в гордом одиночестве. Первым забегом лучший результат был где-то в районе 2 минут 3-3 секунд. Здесь мы видим, намного лучшее. И еще добавляют на последних метрах. И результаты где-то в районе 2 минут 3. Александра Лаврентьева, Алдан. Она становится чемпионкой седьмых игр народа в республике Сахар. Да, в дистанции 800 метров. Поздравляем Александру Лаврентьеву. Ну, очень уверенное выступление Алданской спортсменки. Как же резво она начала. Еще на последних метрах. Еще вот ускорилась, да? Да. Очень грамотно распределила свои ресурсы. И благодаря именно этому она продемонстрировала столь уверенное выступление. Да, на этой дистанции 800 метров среди девушек. Рекорд. В шкурту привезли на юнию. Ужнаевая татаринцевой нынче. Она начала двигаться в 12 секунд. Что очень быстро для юной спортсменки. И после продолжительной паузы вчера она стала серебряной призеркой, бегая на 1500 метров среди женщин. Она вернулась в легкую атлетику и уже как бы на первых крупных стартах стала призерком. Что будет дальше в следующем году, в следующих играх. Через два года будет Спартакиада Монтьяра в Горном Улусе. Что-то мы от нее ожидаем. Ну что ж, девушки снижали в свои зафиги. В скором времени мы озвучим результаты, как получим официальные протоколы от судейской комиссии. Ну а сейчас у нас готовится стартовать юноши. 800 метров. Все та же дистанция. И сейчас у нас в скором времени начнется первый забег. Давайте пробежимся по составу. Итак, первая дорожка. Сокол Соколов. Мегина Конгалавский Улус. Вчера мы видели этого молодого человека. Так, Максим Безбородов. Нерингвинский район. Евгений Ильин. Итак, Верхневирюзский Улус. Это третья дорожка. Четвертая дорожка. Василий Сливцов. Ангинский Улус. А пятая дорожка. Александр Винокуров. Ореневский район. Шестая дорожка. Сергей Семенчуков. Нерингвинский район. И Александр Суянко. Левский район. Итак, дан старт этому забегу. Первый забег. Юноши 800 метров. Да, они уже друг друга, наверное, несмотря на свою молодость, они выступали уже в нескольких соревнованиях и отборочных соревнованиях. Поэтому друг друга знают, кто на что способен. И уже некоторые лидеры в этом забеге, они соревнуются не только со своими соперниками, но и те, кто будут бежать во втором забеге. Евгений Ильин пока что лидирует на первых уровнях этого забега. Нет, у нас да, Евгений Ильин. Следом бежит Александр Винокуров. На бока бегут плотной группой. На третьей позиции Сокол Соколов. Да, плотная группа. Очень интересно будет посмотреть на то, когда вот начнется борьба. Бородцы за следующую позицию. Итак, спортсмены вышли на последний округ. И пока лидирует под номером 30 Ильин Евгений Верхневлевский лос. Да, увеличивается отрыв, прибавляет, 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 прибавляет. Вот он на переднем плане под 30 номером Евгений Ильин. За ним бежит Винокуров Александр, Оленевский лос. Ну, со второй позиции пока еще не все ясно. Ну, с лидером, наверное, все будут. Ничего такого. А во второе место еще будет Евгений Багда. И вот-вот они начинают приближаться по второму. 149 номер Соколов. Сокол. Семенчуков отакурует и успешно. Сергей Семенчуков пересек линию во втором. Семенчуков у нас представляет Ерингвинский район. Ну, а победителем у нас забега стал Евгений Ильин, представитель Верхневилюйского лоса. Поздравляю друг друга, спортсмены. И, конечно, больше всех рад Евгений Ильин. С первых метров в дистанцию Евгений занял лидирующую позицию и по ходу забега наращивал свой отрыв. И в итоге с приличным, с хорошим запасом пересекли медвежа первым. За вторую позицию у нас очень интересная борьба развернулась на последних метрах дистанции. Казалось бы, что Александр Агинокуров финиширует ударым, но свое слово сказал Сергей Семенчуков, успешно атаковав после выхода из поворота. Да, у нас второй забег. Перед вами Прокопий Павлов, представитель Кобяйского лоса. Он побежит по первой дорожке. По второй дорожке у нас побежит Алексей Драгунов, представитель Чуропчинского лоса. Третья дорожка, дорогие друзья, Гаврил Бережнев, он представляет Усть-Алданский лос. Под 101 номером он побежит. Идем далее. Четвертая дорожка Евгений Трифонов, 671 номер, он представляет Кобяйский лос. И пятая дорожка Данил Осипов, он представляет Чуропчинский лос. И по шестой дорожке у нас бегут Айтал Маркин из Амгинского улуса и Семен Чурдонов, представляющий Олегминский район. Да, в этом забеге по первой дорожке стартует Павло Прокопий. Вчера он выиграл дистанцию на 400 метров с результатом 52 секунды 96 соток. Что будет сегодня? Он так же, как и Михаил Рухов, как бы объединил с принтерской дистанцией, со средней дистанцией. То есть 400 метров и 800 метров. И сейчас он очень тоже резоначил. Уже настроен тоже повторить вчерашний успех бега на 400 метров. Мы посмотрим, им предстоит еще бежать. Также здесь выступает Алексей Драгунов, это сын знаменитой Екатерины Драгуновой. Она много лет уже выступает. И вчера она бежала на 1500 метров 73-го года рождения. Уже в таком солидном возрасте она еще выступает среди молодых. Мы видим, что опять такие очень плотные, да, группы бегут спортсмены и возглавляют эту группу пока что, вот так мы видим, Алексей Драгунов. Да, Алексей Драгунов. Привет, Валерия. Пока держится на третьей позиции. Сейчас он вышел на вторую позицию в серой форме. Итак, впереди последний круг. И сейчас начнется самое интересное, дорогие друзья. Будет ли... Отрвется ли Алексей Драгунов? Нет, он. Выходит в лидеры. Ну, под стол первый номер. Биржнев, Гаврил Кусон, Даунский, ЛУС тоже. Алексей Драгунов теперь атакует. Пока Павла Прокопия не подпускает. Да, и Прокопий Павлов, мне кажется, начинает. Все решится на последних метрах. Хотя, вот, 433 номер, это Маркин Айтал, Ангельский ЛУС. Он у себя на родине. Это Павла Прокопий, Драгунов болеет. И смотрите, Драгунов находит в себе силы, но безыспешно, да, вот, попытка атаковать. Завершилась, к сожалению. Да, Павло Прокопий сделал золотой дубль на этих играх, став чемпионом на дистанции 800 метров вчера, напомню, стал чемпионом бега на 400 метров. Повторил, сложил, успех. Тем самым принес Кобяйскую в сборную очень много очков. Поздравляем мы Прокопия Павлова, поздравляем команду Кобяйского у ЛУСа. Очень хороший забег. Хорошо пройдет в Прокопий. Ну и мы видим, рядом с ним стоит Евгений. Да, с флагом Кобейского у ЛУСа. Может сейчас пробежать круг почета. Ну и давайте посмотрим повтор. У нас Прокопий Павлова бежал по первой дорожке. Ну, а Алексей Драгунов, да, вот, лидировал после первого круга. Да, вроде бы уже начал догонять, но Павло Прокопий был готов к этому. Еще раз добавил скорость и все-таки закончил первым. Итак, идем дальше, дорогие друзья. Это женщины 800 метров. Милана Кривошапкина была. Перед вами по 36 номером она бежит по второй дорожке. Это Любовь Спиридонова на Барский у ЛУС. Это третья дорожка. Четвертая дорожка Ольга Курчатова. Тампонский у ЛУС. Пятая дорожка Мария Наумова. Она представляет Амгинский у ЛУС. И по шестой дорожке будут бежать Мария Пермякова, Милана Кангласский у ЛУС. И Клавдия Сивцева, Усть-Алданский у ЛУС. Итак, ждем старта. Еще раз отметим. Это дистанция 800 метров. Женщины первый забег. Да, когда-то эта дистанция считалась как бы советской. На этой дистанции много было спортсменов советской сборной. Тогдашней еще. Да и России. Светлана Мастеркова становилась олимпийской чемпионкой. Татьяна Казанкина. Надежда Лизаренко. Ну, много таких. Людмила Брагина становилась бегом на 1500 метров. Олимпийской чемпионкой. Ну и сейчас уже в лидирующей позиции взяли спортсменки из Кении. Да, мы видим, что Ольга Курчатова. Бежит ее первой. И она начинает увеличивать отрыв. В втором забеге это сильнейший забег будет. В первом забеге выступают те, которые всем спортсменам, которые заняли с 8 по 14 места по результатам отборочных соревнований. Чемпионаты Республики, которые пропадали 1-2 июня. Ольга Курчатова, выстрелили, 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 выстрелили. Второй у нас лежит Мария Наумова. Она представительница Ангинского УЗа. Сейчас, думаю, собравшиеся решители будут горячо болеть за свою землячку. Но мы видим то, что отрыв очень серьезный. И он продолжает увеличиваться. Ольга Курчатова в гордом одиночестве пока бежит. Но посмотрим, получится ли атаковать. Ну что же, у нас совсем немного осталось до завершения этого забега. И Ольга Курчатова, представительница Тампонского УЛУСа, продолжает лидировать, будет очень уверенно лидировать. В Тампонском УЛУСе, Кандыги, в 2003 году проходили спортивные игры на Родорожской кульке Саха. В Балекинске был построен хороший стадион. Майи, Крабчи проходили. В Верхнебельске, Сунтарах, Вилюльске. Построен хороший стадион, и жители этих УЛУСов имеют возможность приграбаться на хороших покрытиях. И они же также, они круглогодично могут заниматься великой атлетикой. Второй финиширует Мария Наумова. На третьей позиции у нас Мария Пермякова, представительница Мигина Кангаланского УЛУСа. Ну а на ваших телеэкранах сейчас Ольга Курчатова. Очень уверенно она добилась победы в этом забеге. Посмотрим, на какой позиции она окажется по итогам двух забегов. Принимает поздравления представительница Мигина Кангаланского УЛУСа. Очень уверенно пробежала дистанцию. Ну и сейчас мы готовы представить вам участниц второго забега. Это у нас вся та же дистанция. 800 метров и участницы второго забега. Перед вами Надежда Скрябина. Хангаланский УЛУС, она бежит по первой дорожке. По второй дорожке у нас стартует Нария Матвеева, Чуропчинский УЛУС. Третья дорожка. Пелагея Григорьева, Верхневилюйский УЛУС. Четвертая дорожка. Диана Тартакынова, город Якутск. Мастер спорта России, бега на 3000 метров с препятствиями. Пятая дорожка. Марьяна Макарова, Чуропчинский УЛУС. И по шестой дорожке у нас стартует две спортсменки. Это Екатерина Четвертакова, Нарий Матвеевский УЛУС. И Регина Кулагина, Мирненский район. Да, Екатерина Четвертакова вчера она выиграла дистанцию 400 метров. И будет на чемпионате республики на отборочных соревнованиях Тартакынова Диана выиграла с результатом 9 минут 17 секунд 30 сотых. Что будет на этот раз? Диана также выиграла дистанцию на 400 метров. Это на чемпионате республики. Но вчера мы видели, как Екатерина Четвертакова выиграла 400 метров. И сейчас она тоже участвует на этой дистанции. Будет очень упорная борьба. Тут несколько равных соперниц. Вот Диана Тартакынова под номером 577. Мастер спорта России бега на 3000 метров с препятствиями. И сейчас она бежит 400 и 800 метров. Лидирует она? Лидирует. За ней идет Екатерина Четвертакова, Нарий Матвеевского УЛУСа. Здесь очень опытная спортсменка из Черопчинского УЛУСа, Макарова Марианна. Она, как вы помните, в 2000 году на играх ДТРД догнала спортсменка из Китая на 105-м беге на 400 метров. Тем самым принесла золотую медаль в Борной Республике. Остается последний круг, пока Диана Тартакынова лидирует. Но Четвертакова Екатерина пока следит. Она, как бы, у нее любимая дистанция, это 400 метров. Что будет сейчас, не знаю. Ну, оторвались, да, вот лидеры данного забега? Да, солидно, да, оторвались. Очень интересная борьба, она с вами ждет между Екатериной и Марианной. Дианой. Дианой, да, просите. И смотрим. Да, она приближается, уже ускорилась и начинает догонять, что будет потом. Диана сейчас увидит свою соперницу и будет борьба на финишной прямой выходит. Две спортсменки. И по номеру 22 Екатерина Четвертакова из Намского Лусса верно бежит к победе. Да, еще и с запасом, да, вот первая прибежала Екатерина Четвертакова. Продимает она поздравления. Результат намного лучше, чем на чемпионате Республики. Месяц назад выиграли с ретапом 2 минуты 17 секунд. Сейчас где-то в районе 2 минуты 13 секунд. Добавили уже намного. Перед вами победительница второго забега Екатерина Четвертакова, представитель Александрамского Лусса. Здорово ускорилась. Под конец забега и даже с запасом прибежала первой. Пересекла линию финиша. Вот как раз тот момент, как бы ни старалась Диана Тартакынова. Тоже ускорится, но видим то, что Екатерина Четвертакова сохранила больше ресурсов. Да, очень грамотно построила свой бег. Она следила за Дианой сзади, посмотрела на нее и ускорилась. Тем самым принесла золотую, повоевала золотую медаль. Бега на 800 метров с людьми женщинами. Победный дубль тоже. Вчера она выиграла на 400 метров, сегодня 800. И у нас сейчас стартует забег на 800 метров. Мужчины Виктор Аргунов по первой дорожке побежит. А вот перед вами Коскин Николаев, представитель Нербинского Лусса. Он побежит по второй дорожке. А третья дорожка Эдуард Толстяков, представитель Олегминского Лусса. Четвертая дорожка Василий Филиппов, Чуропчинский Улус. Пятая дорожка Филипп Собакин, Чуропчинский Улус также. И по шестой дорожке у нас будут бежать Денис Осипов, город Якутск. И Александр Филиппов, Усть-Майский Улус. Два представителя Чуропчинского Улуса стартуют в этом забеге. 800 метров, мужчины. Также два забега. Представили весь состав данного забега. Вчера на дистанции 1500 метров Николай Коскин, который выступает за Нербинский Улус, стал четвертым. Сегодня настроен попасть в призовую тройку. Он в выпускнике в этом году закончил Чуропчинский государственный институт физической культуры и спорта. Но пока резьбу начал Собакин Филипп. Пока лидирует. За ним бежит Филипп Василий. Это два представителя Чуропчинского Улуса. Третьим пока бежит Николай Коскиль. Чуропчинская группа лидеров, да? Да. Ну и видим, что пока у нас изменений нет. Два, не каждый из Чуропчи возглавляет пока что этот забег. Собакин Филипп на дистанции 1500 метров занял в пятое место. А что будет? Василий Филиппов. Он вчера бегал в дистанции 400 метров. Да, пока тройка лидеров. Филипп, давай, давай, я не ехала, да? Филипп, давай! О, сзади уже тоже приближается к лидерам. Пока в черной форме. Номер пока неизвестно. Да, очень хорошо ускоряется и приближается уже к идущим, бегущим, первым спортсменам. Ничего себе, дорогие друзья. Это у нас Александр Филиппов. Ну, хватит сил вот опередить лидирующего спортсмена. Да, получается, Александр Филиппов. Вот как здорово, да, ускорился представитель Усть-Майского Луса. И, да, очень зрелищную концовку забега подарили нам легкоатлеты. И, конечно же, в первую очередь Александр Филиппов. На повторе мы сейчас увидим, как же он здорово начал атаковать. и как усердно работал до линии финиша, до самого конца. Ну и давайте посмотрим. Александр Филиппов у нас стартовал по шестой дорожке, кстати, вместе с Денисом Осиповым из Якутска. Ну и вот, да, видим, как он. Включается в эту борьбу, прям открывается в лидирующую группу лидеров и обережает обешавшего первым. Нынешний президент Всемирного католической ассоциации Себастьянкова из Беликобритании. Также у него излюбленная дистанция была, это 800 метров. Тут очень интересные факты есть. В 80-м году капиталистические страны бойкотировали олимпийские игры, которые проходили в Москве. Два старые олимпийские игры. Но, несмотря на это, Себастьянко, Стив Крем, Дейлу Томпсон из Беликобритании, они приехали в Москву своим ходом и выиграли там в дистанции 800 метров. Да, перед вами только что был Дмитрий Иванов, он побежит по первой дорожке. Александр Чемезов побежит по второй дорожке. Третья дорожка Роман Алексеев, Ангинский улос. Четвертая дорожка Михаил Руфов, Верхневилюзский улос. Пятая дорожка Максимов-Черенко, Ленский район. Шестая дорожка Роман Щетников, Нерингвинский район. И Иннокентий Колодезников, Усть-Алтанский улос. Пока на экране не видно Максимов-Черенко. Максимов-Черенко вчера завоевал награды лучшей пробы в дистанции 1500 метров. Вторым был Роман Алексеев, представляющий команду Ангинского улоса. Третьим Роман Алексеев, Нерингвинский улос. И сегодня они стартуют на этой дистанции. Максимов-Черенко стоит под номером 33 на ваших экранах. Здесь будет очень принципиальная борьба между Максимов-Черенко, Михаил Руфов. На чемпионате республики выиграл чуть-чуть Михаил Руфов на последних метрах. Вырвал победу. А что будет сейчас? Все тогда сказали, пусть разберутся на спортивных играх в Банге. И это вот сейчас именно состоится. Будет очень интересно наблюдать за ходом этой принципиальнейшей борьбы. Сейчас мы видим то, что атлеты бегут тоже. Да, Роман Шейников бушил вперед тоже. Тоже как бы возрастной спортсмен. Вернул, тоже была немножко остановка. И вернулся на беговую дорожку. Скоростные способности у него немножко убавлены. Поэтому у него остается единственная возможность бежать всю дистанцию на высокой скорости. Что он и пытается делать. Но за ним все ждет. Максимов-Черенко держится вторым. Михаил Руфов сзади. Последний круг пошел. И все еще лидирует у нас Роман Щетников. Верит, что сейчас начнут атаковать. Да, так и есть. Да, Руфов что-то пока еще не спешит. Не подключился. Все, начинается борьба. Максим Автаренко и Роман Щетников пока. Щетников тоже. О, Руфов Михаил пошел. Он уже, наверное, запланировал где-то в районе 200. И выходит лидеры. За 200 метров где-то остается меньше. И он выходит вперед. За ним бежит Максим Автаренко. И на финише прямой сейчас будут. Очень плотной группой бегут. Кто-то будет сейчас. Да. И вот самое интересное. Максим Автаренко начинает догонять. Догонять до Мастер спорта России. И Максим Автаренко финиширует первым. Максим Автаренко, Михаил Руфов и Роман Щетников. Роман Щетников вчера тоже был бронным тридером. Дистанция 1500 метров. А на ваших экранах Максим Автаренко чемпион. Седьмой спортивных игр. Народов республики Саха. Якутия тоже сделал золотой дубль. Вчера выиграл дистанцию 1500 метров. И он сегодня стал чемпионом на 800 метров. Вчера мы его и поднимаем. Вдвойне рады за него, да? Две медали. Действительно впечатляющий результат. Да. Месяц назад на чемпионате республики. Они буквально на последних метрах. Он как бы распределились с местами. А сейчас, ну бесспорно, он стал уже чемпионом этих игр. Очень хороший в общении человек. Я с ним разговаривал. Он все подробно рассказывал, как начинал свой бег. Как начинал заниматься легкой атлетикой. Начал он со второго класса. И самое интересное, что когда он учился в четвертом классе, его тренер поставил вместе с мужчинами. Это не каждому тренеру, наверное, так. Свои воспитанные четвертого класса поставили вместе с мужиками, бежать в какую-то дистанцию. Смелое решение. И, по всей видимости, это сыграло свою роль в становлении. Характер, наверное, да. Ну и Максим Овчаренко, может, проявил свой характер и стал хозяином двух золотых медалей седьмых спортивных игр. Ну что ж, у нас есть результаты. Смотрите, 800 метров девушки. Александра Лаврентьева у него первое место. Представительница Алданского Улуса. Ее результат 2.21.21. На втором месте Юна Амарова. Представительница Мирненского района. Ее результат 2.29.24. А тройку лидеров замкнула Валентина Данилова. Из Вилюльского Улуса она пробежала данную дистанцию до 2.34.07. Ну что ж, у нас в скором времени начнется забег. На 3.000 метров. И по традиции у нас первыми на беговые дорожки выйдут девушки. С терпением продолжаем ждать. Ну и вот, пользуясь заминкой, да, затронем тему, вот, ну, как говорится, о наболевшем, да, вот, международная ассоциация. Ну, давайте сначала обратим внимание, да, на результаты. Это 800 метров юноши. Первое место Прокопий Павлов, Кобяйский Улус. Результат 2.04.02. На втором месте Алексей Драгунов, Чуропчинский Улус. 2.04.15. Это его время. И третье место Айдал Маркин, представитель Ангинского Улуса. И вот результат 2.04.89. Для оплатной группы все в районе 2 минут 4 секунды. Ну, озвучили мы имена и фамилии чемпиона и призеров в этой дистанции. И в скором времени, как мы уже сказали, у нас начнутся забеги на 3000 метров. Сейчас Всероссийская Федерация Легкой Атлетики остается, да, без членства Международной Ассоциации. К сожалению, к сожалению, поэтому спортсмены Российской Федерации вынуждены выступать под нейтральным статусом. Очень сложно, да, заявиться, получать этот статус. Сейчас все очень сложно, но в сентябре состоится собрание, по итогам которой ВФЛА может восстановиться. Ну, и будем этого с нетерпением ждать, дорогие друзья. Ну, а мы сейчас прервемся на короткую рекламную паузу. Оставайтесь с нами. Дорогие друзья, национальная вещательная компания Саха продолжает прямую трансляцию второго соревновательного дня по легкой атлетике седьмых спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. Ну, а стартовали девушки, это дистанция 3000 метров, это у нас 7,5 кругов и девушки уже идут к выполнению первого круга, да, давайте пробежимся по составу. Итак, на этой дистанции у нас выступают Лена Мутовина, Конголаский УЛУС, Аня Ягомина, Верхневелюзький УЛУС, Гюнай Петрова, Чуропчинский УЛУС, Элла Сыргучева, Мигида Конголаский УЛУС, Татьяна Михай, Мирненский район, Люда Белюкина, Мигида Конголаский УЛУС, Таяна Трофимова, Сундарский УЛУС, Александра Осипова, город Якутск, Валерия Федорова, Чуропчинский УЛУС, Полина Ярыгина, Мирненский район, Алена Савинова, город Якутск, Сардана Неустроева, Амкинский Улус, Анна Старосина, Уссалтанский Улус и Екатерина Балаева, Мальмаконская Улус. Ну что ж, и как мы видим? Да, Елена Мутовина, и гибли пока с приличным запасом. Она вчера остановилась темпой седьмого спортивного игр на дистанции 1500 метров среди девушек. С результатом 5 минут 06,75. И сейчас она верна к себе, своей тактике. Ну она уже знает уровень своих соперниц, поэтому бежит на свой результат, конкретный результат, который она на тренировках вырабатывала. И, наверное, тоже сделает золотую думу, мы пока спешить не будем, все может быть. Это спорт. Да, мы по ходу нашей телетрансляции уже не раз видели, как все может быстро, да, измениться. Этим и интересен маневец спорта. Ну, пока мы видим то, что атлетики бегут очень плотной, достаточно плотной группой. Да, финальный забег на 3000 метров это один забег. Тут кто приходит по порядку и занимает, соответственно, места с первых по 14 местах. Лена Мутовина. Под номером 383 на ваших экранах. Уверенно лидирует. Смотрит на часы. Они на тренировках уже как бы знают свою скорость, с какой скоростью бежать. Да, и тренеры ей подсказали, как надо бежать. Она, может быть, решает и другие задачи. Помимо того, чтобы выиграть эти соревнования, она где-то... У нее могут быть в голове соперницы в Дальнем Востоке или в российских соревнованиях. Ну, и группу, догоняющую группу у нас пока что возглавляет Анна Ягомина, представительница Верхневилюйского улуса. Ну, а вот на ваших телеэкранах все еще лидирующая Лена Мутовина. Видим, отрыв приличный. Да, наконец-то она как бы соревнуется со своим возрастом. Она, я ее знаю, это было уже несколько лет, она еще такая маленькая была, у нее возраста не было, да. Она лежала со сверстницей, ну, там, 2-3 года старшей девчонка мне соревновалась. Может быть, это и сыграло тоже, вот, чтобы она показывала свои лучшие результаты. У нее были соперницы намного, на 2-3 года взрослее. Детей в вашем возрасте. Позади 5 минут. И Лена Мутовина продолжает уверенно лидировать. Да, техника бегуни очень красивая. Я помню, была такая норвежская бегунья, чемпионка многих крупных соревнований, чемпионата мира. Ингрид Кирснянсен. Когда-то у нее брали интервью. Ну, у нее техника бега не очень красивая была. Она говорила, всегда отвечала. Главное результат, главная победа. То, что там зрители могут видеть. Но все-таки спортсмены, это тоже те же актеры. Техника бега, когда у нее красивая, и зрители на это любуются. У них появляются любимые спортсмены. Ну, плохой техникой бега тоже выиграть, тоже сложно. Хотя, бывает исключение. Именно, конкретно говоря, бегая на 400 метров, был такой Майкл Сдансон. У него техника, теоретически, была совсем неправильная техника. Корпус тела он наклонен наоборот, назад. Но, тем самым, он является и рекордсменом мира, и неоднократным олимпийским чемпионом. Он как бы обратный. Ну, то есть, не все, да? Вот, придерживаются тому, что не что. Надо обязательно обладать техникой. Некоторые думают, что оставляют эстетику на второй план и только за продуктивность. Ну, Николай, что думаете насчет техники Лены Мутовиной, которая у нас все еще продолжает уверенно лидировать? Ну, техника пока для такого возраста у нее хороший-хороший шаг. Ну, тренеры сами подсказали, где-то контролируют, где-то подправляют. Но не всегда бывает такое, чтобы у каждого спортсмена бывает своя какая-то такая изуминка, своя постановка ноги, рук там и так далее. И это очень сложно исправить. Бывает такое. Ну, во всяком случае, все еще впереди, да? Если есть какие-то маленькие недочеты, то все приходит с опытом, как говорится. Да, это много тренироваться надо. Ну, те, которые много бегут, сама как бы проведение много времени на тренировках, она исправляет искаженные какие-то движения. Они начинают более с экономии затрат сил. Ну, видим, что громадное, да, преимущество. Очень хороший отрыв. Да, и вернусь к технике бега. Вот Татьяна Юрьевна Жиркова, трехкратная чемпионка мира, бега на 100 километров. У нее техника тоже как бы своеобразная была. Многие зрители смотрели на нее и говорили, у нее как бы короткий шаг. Но я вам скажу обратно, я с ней бегаю на тренировках. Да, наглядно как бы она бежала так, но когда с ней рядом бежишь, и бежишь немало километров, где-то 30-35 километров, мы бежали в Кисловодске, там, в гору. Я почувствовал, какой у нее широкий шаг. Она тазом очень хорошо работала. И это как бы зрительно обманный блок техника бега. Тем самым у нас становилась трехкратная чемпионка мира. Это надо осенить, это надо осенить. Наша республика имеет таких спортсменок. Заслуженный мастер спорта России. Брать тоже Сардана Трофимова. У нее тоже своя техника бега, как бы такая силовая. Ну, у нее видно, что у нее функционально очень сильно развита мышечная масса. Тем самым она доказывает, в этом году стала трехкратной чемпионкой по марафонскому бегу. Вообще, лейкоатлеты нашей республики, они показывают очень хорошие результаты. Ну, начиная, можно сказать, с дистанции марафонского бега. Именно вот на дедущих позициях, на российских соревнованиях, чемпионатах Европы и мира. Не раз становились чемпионами Европы и мира в командах. Бега на 100 километров. Есть и много спортсменов в суточном беге. Надо уделить на этом хорошее внимание. И представители нашей республики могли бы выступать на равных международными спортсменами из других стран. Ну, и не забывать, это и доказывает Наталья Леонтьева. Диана Тартакенова, 3000 метров с перепятствием. Она выполнила норму мастера спорта. Наталья Леонтьева, она мастер спорта международного класса. Бежала, становилась серебряной призеркой чемпионата мира среди юниорок в горном беге. Выступала, как я говорил, на универсиаде на дистанции 10 тысяч метров. Это тоже не надо сбрасывать. Ну, и Михаил Жарин на 400 метров очень здорово бежал в прошлом году. Особенно на 400 метров представители Якутии бежать на российские соревнования с такими результатами, что за руку много. Да и спринтеры тоже. Прогуну вообще хорошо выступает на первенстве в России. Диана Адашко всегда в единую позицию. Много раз становилась победительницей первенства России. Действительно, да, приличный послужной список уже Диана Адашко, несмотря на возраст, да. И не зря вчера на церемонии открытия именно ей было доверено отдать клятву от лица спортсменов, всех спортсменов в наших играх. Да, вернемся к бегу. Елена Мутовина бежит в последний круг. Даже, ну, сейчас уже намного меньше стало. И полет на финишную прямую. Елена Мутовина становится чемпионкой седьмых спортивных игр народа в Республике Сахара на дистанции 3000 метров среди девушек. Тем самым тоже сделала золотой дубль. Вчера она выиграла на дистанции 1500 метров. Сегодня вот стала чемпионкой игр на дистанции 3000 метров. Седьмую ее и поздравляем. Огромный успех. Да, действительно, очень рады мы за Лену Мутовину. Поздравляем тренерский штаб Хангаласского Улуса. Ну и стоит отметить, с каким же отрывом, да, она выиграла эту дистанцию. Ну а вот у нас сейчас разворачивается борьба за второе место. Но, по всей видимости, да, не будет борьбы. Люда Билюкина из Минина Камгаласского Улуса как бы не старалась вот вбежать со своей соперницей рядом. Она финишировала третий. Мы видим, да, сколько сил отдали спортсменке. Ну и Лена Мутовина пробежала примерно за 11 минут и 20 секунд где-то в этом районе. Мы дождемся протоколов судейской коллегии. Мы озвучим официальные дорегистрированные цифры. Мы приострой конкуренции университет был лучший, конечно. Здесь участвуют и совсем юные спортсменки. Под номером 330 Балаева и Ватерина Агиньконского Улуса 2007 года. Это вообще уникальный случай, можно сказать. Она поступает на ранее спортсмен, которые начинают с 2002 года. На 5 лет младше, можно сказать. Самая молодая участница этого забега. Ну а вот перед вами Лена Мутовина. Очень спокойная, да, девушка? Да, свежая уже. Это результат тренировок. На тренировках они делают, в общем, намного тяжелее бывает на тренировках, чем на соревнованиях. Как говорил Александр Суворов, тяжело учение, легко в бою. То же самое и здесь. Да, и это доказала Лена Мутовина. Очень спокойно пробежала дистанцию, очень хладнокровно, периодически поглядывая на свои часы, придерживаясь, четко придерживаясь плана. Да, график бега составляется Надежда Гоголева, мастер спорта международного класса, бега на 100 километров, тренер Лена Мутовиной. Ну и отметим, что Лена Мутовина у нас представляет Хангаланский УЛУЗ, спортсменка 2003 года рождения. Очень интересно, что некоторые бегуньи, начиная на короткие дистанции, потом переключаются, после школы они переключаются на более длинные дистанции, а потом уже бегут даже и марафонский бег. Вот, Надежда Гоголева, она тренировалась у меня в терапевтской спортивной школе и бегала 14 метров. А теперь она, мастер спорта международного класса, бега на 100 километров. Представляете, какую разницу? Также много спортсменов, которые, начиная бегали, барьерный бег. Да, давайте обратим внимание на данную таблицу. Это у нас результаты забега на 800 метров среди женщин. Обладательницей бронзовой медали седьмых спортивных игр Народной Республики Саха-Якутия становится стола. Марьяна Макарова, представительница Чуропчинского Улуса, ее время 2.19.76. На вторую ступень пьедестала у нас зашла Диана Тартакынова, представительница города Якутска, ее время 2.15.39. И чемпионкой, чемпионкой и обладательницей золотой медали наших игр на дистанции 800 метров стала Екатерина Четвертакова, бегунья из Намского Улуса. Ее результат 2.14.38. От всей души поздравляем мы Екатерину Четвертакову, ну и также, конечно же, Диану и Марьяну, которые зайдут вместе с ней на пьедестал почета в этой дистанции. Да, соревнования награждения проходят отдельно в другом месте. По традиции, да? Да, по традиции. Ну, эти последние годы стали проводить в других местах. Ну, было бы, наверное, очень интересно, если бы звучали и гимны Улуса города. Да, конечно. Ну, а это результаты соревнований среди мужчин в дистанции 800 метров. На третью ступень пьедестала взойдет Роман Четников, представитель Нерингвинского района. 1.59.32 его время. На втором месте серебро. Михаил Руфов, Верхневилюйский Улус. 1.58.60. И триумфатор, обладатель золотой медали Максим Овчаренко. Ленский район. Его время 1.58.19. Поздравляем чемпиона и призеров. Это у нас были результаты мужчин в дистанции 800 метров. Ну, что ж, у нас сейчас готовится старт. Это у нас дистанция 5000 метров. Юноши. Сейчас все эти молодые люди будут соревноваться при долине 12,5 кругов. Да, это самая длинная дистанция для такого возраста. Дистанция 5000 метров. Ну, самая длинная дистанция на этих играх – это марафонский бег. Он будет проходить завтра. Ну, по стадиону 10 тысяч метров – это самая длинная дистанция. Включая Олимпийские игры, чемпионаты мира. Ну, и соревнования в этой дистанции мы также, конечно, покажем в прямом эфире. Наблюдайте за нашими прямыми трансляциями на наших телеканалах. МВК «Саха», «Якутия-24» и «Мамон». Ну, а давайте сейчас перед стартом успеем озвучить состав спортсменов в этой дистанции. Итак, 5000 метров юноши. Старт. И давайте наблюдать за ходом борьбы. Да, вчера на дистанции 1500 метров Михаил Соловьев из Черопинского улуса с результатом 4 минуты 23,78 сотых. Стал чемпионом седьмых игр, что будет сегодня. Он тоже, наверное, будет населен очень на высокий результат. Также он становился в отборочных соревнованиях победителем с результатом на этой дистанции, на дистанции 5000 метров, с результатом 17 минут 44,30 сотых. Ему конкуренция будет составлять конечников Ваня. Тогда он становился вторым призером 17,47 на 4, бочкары Прадомир, на Омского улуса 17,55 и 29. То есть, наверное, среди этих спортсменов будут разыгрываться медали седьмых спортивных игр на дистанции 5000 метров среди юношей. И сейчас мы видим, что Айтала Щепков лидирует в этом забеге на старте этой дистанции. Айтала Щепков представляет Ленский район, спортсмен 2004 года рождения. Вот он бежит под 191 номером. Очень высокий молодой человек. Да, и сейчас, как бы, ну, раньше сельские спортивные игры, спартакяды проходили только, как бы, можно сказать, в одну возрастную группу среди мужчин и женщин. А потом уже были включены и девушки, и юноши. Они смотрят на взрослых, учатся у них, опыту, и, как бы, на равных условиях, как бы, и выигрывают. И даже призовые деньги, каждый улус, каждый город, они дают им призовые деньги, независимо, в каком возрасте они выступали. А тут, ну, спортсмены, они между собой разговаривают, кто сколько дает, какой улус больше поощряет и так далее. На форму даже смотрят, кто какие формы получил, у кого-то там разговаривают, футболка, там, шорты и так далее. Все это, как бы, интересные моменты, которые бывают. Перенимают, да, вот, определенные знания, опыт. Ну, у них появился стимул. Конечно, раньше, даже, вот, олимпийские чемпионы, они мало что получали от правительства, государства, тогдашних СССР и так далее. Ну, и сейчас до победы на олимпийских играх, на чемпионатах мира, другие крупные соревнования, уже люди, как бы, финансово мотивированы, они что-то получают. Конкретно какие-то суммы там есть. И в данных соревнованиях тоже каждый улус их спортсменов поддерживает, поощряет. Я слышал, где вот амгинские спортсмены будут получать участки. Ну, каждый улус по мере своей возможности поощряет своих спортсменов в денежном выражении и включая их тренеров. Ну, по поводу тренеров я хочу добавить. Иногда я слышу, какому-то тренеру повезло, что его в руки попал какой-то такой одаренный юноша или девушка в таком возрасте. Но я от себя могу сказать, что это не всегда, как бы, правильный показатель. В тех местах, где работают очень хорошие опытные тренеры, энтузиасты бывают такие, тренеры, которые всю свою душу вкладывают, чтобы воспитать хороших спортсменов, там всегда бывают и результаты, и хорошие воспитанники. В тех местах, ну, иногда я слышу, очень много таких, наверное, одаренных юношей бывает, где-то там рассказывают, девушек, они очень от природы одаренные, но в силу того, что там не хватает тренерского кадра, они не могли показать все, на что они способны. Такое бывает. Поэтому я хочу обратить внимание, там, где есть хороший тренер, там всегда будут результаты. Ну, то есть, хороший тренер должен уметь еще и разглядеть, найти талант, раскрыть потенциал спортсмена. Ну, сейчас у тренера еще, как бы, нагрузки увеличились, он должен быть не только, как бы, составлять план тренеров, он должен быть и психологом, и менеджером, и где-то найти финансы, чтобы выезжать на какие-то крупные соревнования. Не всегда бывает такое, что финансируется это, а бывают тяжелые моменты, и все, как бы, это все решает тренер в одном листе. Ну, в других, более высоких уровнях бывают менеджеры, которые все там составляют, участвуют в представлении и так далее, все это они берут на себя, а тренеры только работают по своим делам. Ну, как мы видим, позади у нас пять минут, и у нас вот группа лидеров в лице Михаила Соловьева, Ивана Конечникова и Радемира Бочкарева вот периодически меняются, да, вот местами, и вот бегут они вот этой группой. Сейчас мы видим Ивана Конечников, немного ускоряется, и вот данная вот пятерка спортсменов немножко отрывается от остальной группы, и пока что у нас возглавляет эту группу. Вот только что хотел сказать Радемир Бочкарев, но тут же Михаил Соловьев вырвался на лидирующую позицию. Ну вот потихонечку сейчас будет проходить борьба, немножко в таком спокойном темпе, на скором времени уже начнется... Включается настоящая скорость, ага. Уже вот тройка лидеров, они между собой уже, наверное, будут разыгрывать, остальные соперники немножко отстали. Вот между ними и борьба разворачиваются в отбазу чемпионства. Да, это Ивана Конечников, Михаил Соловьев и Радемир Бочкарев. Вот тройка лидеров, которые вот в переднем плане перед вами. Ну да, вот отрыв у нас есть. Хороший какой-то достаточно. Ну а мы видим, на группе лидеров также пробежаются два спортсмена. Может быть, они навяжут борьбу. Конечно, проследим за этим. Ну, среди мировых лидеров я хочу от себя добавить, что есть такие стаеры чемпионов и стаеры рекордсменов. Они как будто отличаются друг от друга. Некоторые бегут только для победы. В том числе Молфара, знаменитый спортсмен из Великобритании, темнокожий. Четырехкратный олимпийский чемпион. Он выиграл две дистанции на олимпийских играх в Лондоне. Пять тысяч метров, десять тысяч метров. И потом это повторил успех на олимпийских играх в Риаде Жанейро. Он в итоге стал четырехкратным чемпионом. Сейчас он пробует свои силы и в марафонских дистанциях. Вообще стаеры, они только бы разносторонне разбиты. Они могут себе позволить. Есть такой Хайли Гебриселаси, великий эфиопский спортсмен, стаер. В последующем стал марафонцем. У него результат на 800 метров это минута 44. Если вспомнить результат Юрия Барзаховского, он выиграл олимпийские игры Афины результатом минуты 44 с копейками. Хайли Гебриселаси тогда специализировался на дистанции 5-10 тысяч метров. У него скоростные качества были очень сильно развиты. В последующем он становился еще рекордсменом мира марафонской дистанции. Вот такой широкий диапазон у спортсменов. Ну, была такая система. Раньше говорили про систему советской школы борьбы, когда выигрывали Владимирку в 1956 году. Он выиграл две дистанции на 5-10 тысяч метров. Тактика Арбанова бега тогда говорили. Да и сейчас говорят. Благодаря этой тактике он выиграл у великобританских спортсменов Гордона Пире и Кристофера Четвея, которые отбирали у него рекорды мира. И Петр Болотников в 1960 году в Риме. Он выиграл на дистанции 10 тысяч метров. Потом, ну, появилась австралийская школа бега. Так вот, австралийская школа бега, они говорили, бегуны не нужны мышцы льва, им нужны мышцы оленя. То есть, ну, такое худощаевое тело должно быть, не должно быть таких крепких. Но сейчас практика показывает, несмотря на то, что это внушливость, они очень физически функционально, очень развиты. То самое можно говорить о Кенни-Нисебеке или рекордсменах мира на 5-10 тысяч метров. Он физически такой поленастый бегун. Только это уже не то, не мышцы оленя, он физически очень сильно развиты. Потому что последние годы именно на финишных, в творах бывают такие моменты, когда они фотофиниш решают, кто победил на дистанции 10 тысяч метров и 5 тысяч метров. Вот там-то и нужны мышцы льва. Да. Даже по марафонскому бегу рекорд мира установил, разница между ними была одна секунда. Вот что такое бежать 42 километра 195 метров и в одну секунду выиграть у другого человека и становиться рекордсменом мира. Тот, который стал вторым, его имя мало где упоминается. Основное внимание приковано рекордсменом мира. Вот для таких финишных бросков я возьму в мышцы. У нас 10 минут, 10,5 минут позади. И в данный момент у нас лидирует Михаил Соловьев. Вторым пока бежит Радамир Бачкарев из Намского Улуса. Ну и третьим у нас идёт Иван Оконечников из Мигина-Кангаласского Улуса. Группа лидеров, вот эта вот троица молодых людей, очень прилично оторвала от себя остальных спортсменов. Да, они некоторых уже догонят на задний круг. В данном случае это они обогнали Данила Иванова из Верхневилюйского Улуса. Я помню, когда я начинал только заниматься великой атлетикой, смотрел на своего тренера Гавриила Махунского. Он выигрывал на Спартаке, Демонтиаре, там на других соревнованиях. Выигрывал у второго призера два круга, даже бухгалла на дистанции 10 тысяч метров. Вот такое разница была. Он становился рекордсменом республики. На Дальнем Востоке он очень хорошо выступал. Впоследствии он стал рекордсменом республики на дистанции по марафонскому бегу, имея результат 2 часа 18 минут 14 секунд. Это он выполнил норму мастера спорта в возрасте 37 лет. Ну, вчера я про Вячеслава Громова сказал немножко такие слова, что он был подростной. Ну, 38 лет, да, это все-таки возраст. В данном случае брать, что у него и работа такая тяжелая, не всегда ему удается полностью заниматься, время проводить на стадионах. Хотя Гаврилов Нахтунский о спортивных играх 2003 года в возрасте 46 лет стал чемпионом этих игр на дистанции 10 тысяч метров. Что это был вообще такой фурор. Тогда много рыбали молодых спортсменов, когда выиграл человека в возрасте 46 лет. Ну, как, бывают, да, исключения, конечно же. Ну, есть такая Екатерина Подкопаева, она в возрасте 47 лет становилась чемпионкой мира даже. Вот такие исключения бывают. Ну, это, наверное, опыт, это, наверное, правильное построение тренировок без травм. Но, в основном, все большие спортсмены, мировые лидеры, они все-таки имеют какую-то профессиональную травму. Но, несмотря на это, они продолжают заниматься. Бывает такое, что по WhatsApp иногда я читаю, ну, и в других видах такой односторонний, как бы, дают выводы. Но это не всегда правильно, потому что бывает такое, что в день соревнований человек проснулся, и у него что-то все с другим плохо идет. Вот. А до этого он хорошо провел тренировку, все было нормально. И в день тренировок он проснулся, как-то не так спал, может быть, какие-то другие причины были, не знаю, там, жизненные ситуации, может быть. И это все сказывается. Психологическая травма, она намного дольше держится, чем физическая травма. Физическая травма, человек может пару дней отдохнуть, недельку, может быть, не знаю, может вернуться. Психологически, если что-то было такое, это очень долго сохраняется. А в это время, если по WhatsApp, если по Instagram и других социальных сетях, про него пишут такие гадости зрители. Иногда бывает такое. Это уж точно не помогает спортсмену, когда человек проигрывает, а про него еще такие пишут. Так что я призываю зрителей более внимательно, более, как бы, спокойно. Потому что мы не все знаем то, что мы видим глазами на беговой дорожке, на басовском ковре, на басовском ковре и на других спортивных площадках. Это не все. Потому что бывают другие моменты. Да, конечно, это знают только те, кто и выходит, ну, в данном случае на беговую дорожку, да. У нас Михаил Соловьев оторвался от преследователей в лице Ивана Конечникова и Радомира Бочкарева. И увеличил он свой отрыв. Вот, мы видим, оборачивается, проверяет, насколько у него прочный запас. И Михаил Соловьев, представитель Чуропчинского Угнуса, уверенно. Нет, последний круг, последний круг идет. Надо, надо бежать еще. Да, он сильно устал уже. Все может быть сейчас. Ооо, перешел даже на бег. Так. Вообще остановился. Вот что может быть случился. Что у нас тут? Он ведь был победителем. Ну, у нас прозвучал колокольчик только сейчас. Это означает, что есть еще круг. Ну, видимо... Да, вот это не ожидали. Самочувствие, да, что-то связанное. Таким образом, да, досадно. Сходит с дистанции, как я понял, Михаил Соловьев. Да, за один круг до финиша. Это двенадцать с половиной кругом бежал. Ну, один с половиной. И на последний круг он откажется от борьбы. А те, которые бежали вторым, третьим. Да, 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 да. Полево, да. Да. Может быть, среди юношей это такое может случаться. Они немножко неправильно. Ну, ввиду нехватки достаточного опыта, да? Да. И у нас таким образом лидер сейчас Радамир Бочкарев. Это представитель намского груза. Вот он на ваших телеэкранах. В желтой майке под номером пять он бежит. Так, а где же у нас Ивана Конешников? Он сбежал с ним рядом. Ну, а Радамир Бочкарев в одиночестве возглавляет, бежит в одиночестве и возглавляет сейчас данный забег. Надеемся, что с Михаилом Соловьем все в порядке. И финишировал у нас Радамир Бочкарев. И он побеждает в этой дистанции, в этой очень сложной дистанции. Принимает он поздравления. Ну, сейчас идут какие-то спорные моменты по считыванию кругов. Но когда Михаил Соловьев пробежал этот круг, у него, ну, время такое было, 15 минус чем-то. Это никак не может быть правильным. И он еще оставался, наверное, круг. Да, тут собираются судьи и представители команд. Идет обсуждение. Ну, дождемся официального оглашения результатов судей. Ну, да, очень интересная, конечно, у нас борьба проходила в этой дистанции, сложной дистанции. Ну, судя по темпу бега, это никак не может быть в районе 15 минут 20 секунд. Это должно быть очень быстрый бег. Тем более у него на первенстве на сборных соревнований результат был в районе 17 минут 44 секунд. Это мы все еще говорим о Михаиле Соловьеве. Да, о Михаиле Соловьеве. Он тогда выиграл соревнования. Но сейчас, не знаю, судьи все определяют. Представители намского волоса, Мегана Канглазского волоса и Сарапсинского волоса. Да, тут продолжается обсуждение данного эпизода. Ну, что ж, тогда, получается, Михаил Соловьев-то думал, что финишировал, да, как я понимаю? Да, он, наверное, думал, финишировал. Возможно, если ему подсказали, что ему остался последний круг, он, может быть, полностью выкладывается. И потом, когда прожженел колокольчик, он уже перестал, отказался от дальнейшего бега. Да, ну, получается, неправильно посчитал спортсмен. Ну, а на ваших телеканах сейчас Радамир Бачкарев и Ивана Конешников. Расклад всем изменился вот именно в их пользу, да, вот из этого эпизода с Михаилом Соловьевым. Ну, и у нас продолжают бежать спортсмены. Мы видим Данила Иванова, это представитель Верхневирюйского Улуса, он финиширует. Да, много сил, конечно же, отдают спортсмены на этой дистанции. Да, высоко поднятый головой Данил Иванов завершил дистанцию и отправляется отдыхать. Ну, а тем временем у нас активное обсуждение, разговор, диалог с судьями продолжается. Выясняются все обстоятельства. Как получим информацию от судейской коллегии, мы ее, конечно же, сразу же озвучим. Но, да, такое бывает. Вот мы видим, да, в суде. Запись фиксирует результаты. Представители Черопчинского Улуса подходили к судьям, ввели диалог. Интересно, почему же пришли в итоге. Ну, мы на повторе прекрасно видели, да, вот то, что Михаил Соловьев решил, что финишировал. Мне показалось, что тренер, вот, как раз таки говорил, что еще один круг. И, конечно же, Михаил сам прекрасно слышал колокольчик. Но, вот, действительно, у него сил, по всей видимости, не оставалось совсем. Он прекрасно, мы помним, насколько сильно он оторвался, вот, от Ивана Конешникова и Радемира Бочкарева. И, действительно, очень обидная ситуация. Ну, теперь давайте обратим внимание на нашу инфографику. 3000 метров, девушки. Итак, обладательницей бронзовой медали у нас стала Люда Белюкина, представительница Мегина Конголасского Улуса. Ее результат 11.42-21. На вторую ступень в пьеде стала почета. Выйдет ее землячка-сокомандница Элла Сергучева. Ее время 11.40-40. Ну, и чемпионкой, обладательницей награды высшего достоинства у нас стала Лена Мутовина, представительница Конголасского Улуса. Она пробежала данную дистанцию за, ну, с показателем 11-11.78. Поздравляем Лену Мутовину, чемпионку, а также призеров Элу Сергучеву и Люду Белюкину. Две медали в активе Мегина Конголасских атлеток. Хороший показатель. Ну, по результатам этих соревнований каждый луч для зачетных очков берет только одного лучшего результата своих воспитанников. Хотя здесь могут быть до трех спортсменов выступать, если они завоевали право путевку, чтобы стать участником седьмых спортивных игр. И в командной борьбе здесь идет нешуточная борьба между командами Терапчинского Улуса. Как я говорил, он пока по вчерашнему дню лидировал. Второе место занимал Мегина Конголасский Улус. И третье место – Ангинский Улус. Четвертое место – город Депус. Всегда есть такие улусы, которые принципиальная борьба между ними за первое место, за второе место там всегда даже соответствующие улусы. В данном случае это Мегина Конголасский Улус и Терапчинский Улус всегда с давних времен между собой упорная борьба. Бывало так, что одно очко отделяло их от мест высоких. Ну и мы видим то, что члены судейской комиссии фиксируют результаты. И в скором времени будет готов итоговый протокол. Обидная ситуация. Судейская бригада во главе Татьяны Кузьминичной Орденосова на протяжении многих лет очень успешно проводит соревнования, различных крупных соревнований, включая «Дети Азии», «Спортивные игры», «Спартакяда Мончары», «Очень опытная бригада» и они все правильно соотносят результаты всех участников. Ну мы видим и слышим представители говорят, что судей-информатор дал немножко неправильную информацию, сколько кругов осталось, поэтому идет спор. Но на самом деле, как это было, сейчас все это решает судейская бригада. Продолжаются разбирательства. Но мне кажется, если не сам спортсмен, то представители тренерского штаба должны также вести сами счет. Ну а мы вернемся обязательно к этой теме, как получим официальную информацию. У нас готовится старт на дистанции 3000 метров среди женщин. Практически все у нас готово. Ну и давайте обратим внимание на состав. Итак, в этом забеге у нас на дистанцию вышли Ирина Осипова, город Якутск, Надежда Бутангинский улус, Алена Татаринова, Верхневилюйский улус, Гоголева Надежда, Уся Алданский улус, Ирина Белик, город Якутск, две представительницы Чуропчинского улуса, это Саргы Флегонтова и Алена Луковцева, а также Людмила Лукашевич, Тампонский улус, Александра Митина, Статинский улус, Наташа Харабынова, Верхневилюйский улус, Марина Рожина, Верхоянский улус, Анастасия Дубова, Алданский район, Ольга Синтизова, Вилюйский улус и Кюнней Бурнашова, Усть-Алданский улус. 14 спортсменок. Да, два года назад на этой дистанции, с рекордом республики, с результатом 9 минут на 7,48 сотых, выиграла Сардана Трофимова, была принципиальной бордой, мастером спорта международного класса Наталья Леонтьевой, отобрала у нее рекорд в личном споре. Сегодня она отдыхает, завтра ей предстоит бежать в марафонскую дистанцию, поэтому она пропускает этот старт. В данном случае спортсмен может выступать только в двух видах программы, не считая эстафетный бег. Поэтому сегодня шансы у Надежды Сергеевой будут, высоки, она тоже очень хорошо подготовлена, вчера она стала серебряной призеркой на дистанции 5 тысяч метров. Но вчера выиграла Сардана Трофимова на дистанции 5 тысяч метров с результатом 16 минут, 31 секунда и 36 сотых, это немножко хуже. Два года давности, когда в верхней ближке они бежали, Сардана Трофимова выиграла с результатом 15 минут на 48 секунд, выполнили норму мастера спорта. Когда это такое было, чтобы на наших стадионах женщины выигрывали соревнования в выполнении мастерского результата. Это огромный результат. И Наталья Леонтьева, и Сардана Трофимова тогда продемонстрировали. Ну, это был, в общем, такой гвоздь программы, Спартакеда Монтяре, Белкая Атлетика. Все ждали момента, и ждали, наверное, этого, момента, когда будет реванш, но, к сожалению, Наталья Леонтьева не выступает на этих моментах. А номер где? Другие планы касательно участия, может быть, попадания в олимпийскую сборную. Да, у нас, конечно, тогда, да, в верхнем Вилюйске, это действительно было самым ожидаемым, одним из самых ожидаемых событий всех игр. Ну и, конечно, да, действительно очень жаль, что реванша на Амгинской земле мы не увидим. Но зато мы в скором времени уже увидим борьбу за медали в дистанции 3000 метров. Как мы уже сказали, команду хозяев соревнований в этом забеге представляет Надежда Бут. Она побежит под номером 48. Надежда Сергеева Бут. Она меня, я именно попросил, чтобы я говорил, Надежда Сергеева Бут. Ну, у некоторых возникает вопрос, что за фамилия. Я вчера к ней подходил, откуда эта фамилия, кто у тебя муж. Она сказала деду, а у мужа по линии казах. В этом году, к сожалению, на Амгинской дистанции, на чемпионате России, к сожалению, Надежда Сергеева Бут не закончила дистанцию. Хотя была очень хорошо подготовлена, даже тренер ей говорила, что она может, в принципе, и выиграть чемпионат России, в худшем случае попасть в тройку призеров. Но спорт и спорт. Бывают такие моменты, даже при хорошей подготовке, в день старта, может быть, спортсмен не так важно себя почувствовал, что сказалось на ее результате, и она сошла с марафонской дистанции. Ну, пожелаем ей, скорее всего, вернуться в тройку. Лучшие результаты показывала. А вот месяц назад на чемпионате Республики на этой дистанции 3000 метров выиграла Осипова Ирина. Осипова Ирина вчера вы видели на дистанции 1500 метров. Выиграла буквально на последних метрах. Была очень такая борда между Осиповой Ириной, Аленой Татаринцевой и Марьяной Макаровой. Что будет на этот раз, мы ожидаем тоже. Здесь присутствует и Осипова Ирина в городе Крус. Чемпионате Республики выиграла с результатом 10 минут 08,28. Надежда Сергеева, тогда она бежала 10 минут 18 секунд 0,02. Татаринова Алена, 10 минут 08,51 секунд 0,01. Здесь же и присутствует Надежда Гоголева у Солданского Улуса, она мастер спорта международного класса бега на 100 км. Бега на 100 км. Вы увидите, какая разница, что может быть бег на 100 км и дистанции 3000 метров, но здесь она отказалась от участия в марафонском беге для того, что у нее есть микротравма. Она сохраняет здоровье для спортсменов намного важнее. Все-таки она закрывает две дистанции. Вчера она бежала 5000 метров, сегодня будет бежать 3000 метров. Многие спортсменки выезжали на сборы и в Киргизию, и в Кисловоз. Есть даже спортсменки, которые за свой счет выезжали. Такая вот преданность любимому виду спорта. В легкой атлетике, несмотря на то, что финансирования со стороны может быть улусов, городов не было, они где-то имели возможность получить. Может быть кто-то проездные использовал. Есть и такие. Буквально вот Александр Моедов вчера на дистанции 10000 метров стал серебряным призером. Он буквально вот недавно прилетел из Кисловозка, что оправдало его тренировку. На чемпионате Республика он становился четвертым, даже, по-моему, пятым. Пятым. Да, вчера действительно представитель Амгинского улуса Александр Моедов дистанции 10000 метров завоевал серебряную медаль соревнований. Ну а у нас задерживается, да, старт дистанции 3000 метров среди женщин. Связано это со спорным эпизодом предыдущего забега. Я тут пару раз представители команды Чоропчинского улуса подходили к судейскому столику, но вроде бы, да, пришли к какому-то решению, потому что сейчас готовы дать старт. Забег там у нас идет 3000 метров женщины. Ну и давайте еще раз озвучим состав с номерами. По 38-м номерам у нас бежит Ирина Осипова, город Якутск. 48-й номер Надежда Сергеева-Бут, Амгинский улус. 39-й номер Алена Татаринова, Верхневилюзский улус. По 49-й у нас бежит Надежда Гоголева, Уссалданский улус. 50-й номер Ирина Белик, город Якутск. 51-й номер Сарглана Флегомтова, Чоропчинский улус. Алена Луковцева бежит под 41-м номером, также Чоропчинский улус она представляет. По 40-м номерам у нас бежит Людмила Лукашевич, Тампонский улус. 52-й номер Александра Митина, Татинский улус. 43-й номер Наташа Харабынова, Верхневилюзский улус. 311-й номер Марина Рожина, Верхневилюзский улус. 54-й номер Натасия Дулова, Алтанский район. По 42-м номером у нас бежит Ольга Синтизова, Вилюзский улус. И 55-й номер Ирина Курнашова, Ускалтанский улус. Для состава Деды Сергеева бут, она рванулась вперед. Но два года назад Сардана Трофимова тоже, я думал, что она будет держаться за Натальей Леонтьевым. Она с первых метров начала резьба, начала бег, что оправдано было. Это было невероятно, возможно, самое правильное решение со стороны ее тренера Татьяны Жирковой. Что привело ее к победе в боях на дистанциях 5000 метров и 3000 метров. И сегодня Надежда Сергеева ждут с самого начала. Возглавляет бег. За ней держится Ирина Осипова. Триумфатор бега на 1500 метров. Вчера она стала тепленкой. Седьмой спортивных игр на дистанции 1500 метров. И за ней следует на третьей позиции Алена Татаринова. Узнаева по девичьи. Она в школьные годы очень здорово бежала. Выигрывала первенство России даже. Участница чемпионата мира по горному бегу в Швейцарии. Тогда она занимала 20 место из 40 участниц. И сегодня вот между этими тремя спортсменками будет разворачиваться упорная борьба. Но пока немножко Алена Татаринова чуть-чуть отстает. Но это может быть тактический ход. Да, сформировалась у нас группа лидеров. И будем мы, конечно же, внимательно наблюдать за тем, как будет разворачиваться борьба между вот этими тремя легкоатлетками. Надежда Сергеева-Бут продолжает возглавлять. Бежать первой. Ирина Осипова. Белые майки. И Алена Татаринова старается не отставать, да? Да. Держится лидирующими соперницами. Ну, остальные спортсмены пока их не видно на экране даже. Надежда Голева идет на четвертой позиции. Власти спорта международного класса. Беги на 100 километров. На 100 километров это не 3000 метров. Здесь будет очень тяжело. Тем более с травмой ноги. Ну, уже тоже лидерская группа распадается. Немножко отстает Алена Татаринова, но она, начиная с осенью, только начала возобновлять свои тренировки. Но вчера она стала призеркой игр, что уже говорит о хорошей подготовке. Пока еще ничего не известно. Она может контролировать следует всеми. Да, может быть, все так и запланировано, задумано, да? Да, может быть, и тактический ход. Потому что они лидеры могут в полу борьбы, могут бежать немножко не по правильному графику. Ну, опытные спортсменки, они знают. Это все отработано на тренировках, они на ускорениях все это делали. Вот, если среди юношей был такой казусный момент, но про этих спортсменов я не думаю, что будет такой момент. Они уже много лет тренируются, установят свое состояние. Ну, Ирина Осипова по лесу пока выглядит бодро. Контролирует бег. Скоростные качества ей позволяют, наверное, находиться на такой... Но время лидерства она тоже все таки давит. Все время лидировать это тоже тяжело. Человеку, который бежит за кем-то, немножко чуть-чуть, может быть, немножко легче. Да, и у нас Алена Татаринова, ну, совсем отстала, да, от лидирующих спортсменок. Ну, и давайте наблюдать за борьбой между Надеждой Сергеевой и Бут. Вот 39-й номер Алена Татаринова. Верхонгелийский область. Три тысячи метров, напомним, семь с половиной кругов. Ну, и рядом, да, вот продолжают бежать. У нас поддержка Сергея Волбута и Ирина Осипова. Ирина не отпускает, да? Да, она пока... Свою соперницу далеко, держится предельно близко. Ну, установка, наверное, со стороны тренера была такой. Следовать за ней всегда, хотя могут быть и другие моменты. Если человек готов на свою скорость, а бежит по своей скорости, даже если она немножко медленно идет, иногда бывает такой момент, иногда человек наоборот устает, когда он бежит медленнее. Это нетипично для ее организма, можно сказать, обратно. Как бы парадокс, но такое бывает. То есть не всегда, да? То, что это наберешь, означает то, что экономишь энергию, ресурсы. На ваших телеэкранах. Да, вот на ваших экранах под номером 48 бежит Надежда Гоголева, мастер спорта международного класса. Бегли на 100 километров. Она в Санкт-Петербурге установила, не установила, выполнила норму мастера спорта международного класса. Спортсмейки пробежали в районе 7 минут 15 секунд. И вот, где-то круг назад, да, вот Надежда Сергеева бот попыталась ускориться, но по-моему, Ирина Осипова никак не хочет отставать. На хвосте зрительница столицы висит. Ну и здесь, как бы, вчера Надежда Сергеева ботана выступала на дистанции 5000 метров, сегодня на 3000. Ирина Осипова выступала на дистанции 1500 метров. И сейчас, как бы, оба встречаются на дистанции 3000 метров. То есть она может по скорости, у нее высокая скорость. Так что, как бы, двух разных дистанций могут быть соперницы. Ну, тренер Татьяна Юрьевна Жиркова, наверное, над Надеждой Сергеевой ботана с самого начала начинать бег в высоком темпе. Хотя ирина бот все еще, ну, по лесу бодро выглядит. Хотя это не факт. Но вот Надежда Сергеева бот немножко ускоряется и какой-то у них есть разрыв. Да, да. Появляется вот этот запас. Да, да. Секольский немножко разрывается. И когда человек отстает на какое-то определенное расстояние, между ними Секольский разрывается, и лидер может прийти. Вот, несмотря на то, что ей Надежде Сергееву тяжело, она тем самым ускорилась. Работает, работает Надежда Сергеева бот. Приличный отрыв. Да, наверное, уже на финишной прямой даже может если по результатам посмотреть, какая финишная прямая. Очень на это похоже, судя по времени. Хотя не прозвучал у нас колокол. Ну и Надежда Сергеева бот под аплодисменты собравшихся трибун своих земляков финиширует. И становится обладательницей золотой медали в этих спортивных игр. Очень довольна. Это ей очень надо было после такого психологического удара, после первой победы, где она сошла. Именно вот такой момент ей был нужен. И ее поздравляет Сардана Трофимова. Они все вместе как бы тренируются под руководством Татьяны Юровны Житковой. Да, вчера вот дистанция 5000 метров, вот весь пьедестал был представлен воспитанницами госпожи Татьяны Жирковой. Очень интересный факт. Конечно же экспресс интервью. Я представляю радость Татьяны Юровны Жирковой. Бывает такое, когда человек выступает сам, тоже все равно радуется. Но вот когда выигрывают твои воспитанники, воспитанницы, это как бы вдвойне радостно. за кого-то переживаешь, за кого-то очень радуешься и понимаешь, что ты правильно поставила тренировку, правильно поставила тактику бега. Это очень такое состояние радостно. И у нас продолжают бежать спортсменки. На ваших телекранах Алена Локовцева финиширует представительница Черепчинского Улуса. За ней также линию финишей пересекла Анастасия Дубова из Алданского района. Анастасия Дубова бежать с такой скоростью, что исключает финишное ускорение Ирины Осиповой. И она выиграла. Стала чемпионкой седьмой спортивных игр народа в республике Саха на дистанции 3000 метров. Еще раз поздравляем Надежда Сергеева Ботым. Мы еще раз видим ее эмоции после финиша. Действительно дала нам много сил. Четко по всей видимости да, четко придерживалась своей плана, своей тактики. И на последнем круге она очень хорошо поработала. Тоже очень довольна по-друге по команде. Одной кругу, одного зрения другого. Да. В скором времени мы представим вам, дорогие телезрители, результаты данного забега. постараемся представить это именно визуально. Да, зрители графики. Огромное количество уже на трибунах. Английский спорт второе дыхание идет. Я помню в 87 году проходили спортаке мантяры. Ну, я тогда был школьником, девятый класс закончил. И мало что помню из этого. Ну, конечно, тогда я выиграл. Гавриил Нахтунский, мой тренер, на стаевских дистанциях. Одну очень хорошо помню, как Василий Николаев, знаменитый прыгун, выиграл по национальным прыжкам. Побил свой же лишний рекорд на два сантиметра. Вот это я точно помню. Сколько у него результат был, не помню, но на два сантиметра он выполнил свой же рекорд в республике. Ну, и спустя годы Ангинская земля вновь принимает масштабные соревнования. Вся раз мы, спортивные игры народов республики Саха-Якутия. Продолжится у нас второй соревновательный день с забегом среди мужчин, в дистанции пять тысяч метров. Пять тысяч метров, это у нас двенадцать с половиной кругов. И спортсмены сейчас приглашаются на свои позиции на старте. Давайте дождемся появления всех участников и пройдемся мы по списку. Естественно, у нас будет один забег. У нас там продолжают праздновать победу Надежда Сергеева Бут. На заднем плане прошла победительница предыдущего забега на 3000 метров среди женщин. Ну а к своему забегу продолжают готовиться спортсмены мужчины. Ну что ж, давайте по списку. 48-й номер Артур Бурцев Усталданский УЛОС. 49-й номер Алексей Кардашевский Черепчинский УЛОС. 50-й номер Александр Маэда Амгинский УЛОС. 43-й номер Мирослав Бурнашов Усталданский УЛОС. 51-й Степан Степанов Верхневилюйский УЛОС. 32-й Леонид Зыков Мегина Конгласский УЛОС. Николай Копырин выступит под 53-м номером. Он представляет город Якутск. Под 54-м номером у нас побежит Сандал Флегонтов Намский УЛОС. Реворий Елисеев из Черепчинского УЛОСа будет бежать с 44-м номером на груди. Под 45-м номером у нас побежит Максим Трифонов Усть-Майский УЛОС. Под 46-м выступит Эдуард Дьяконов представитель Намского УЛОСа. И под 56-м номером у нас дистанцию пробежит Андрей Киров. из Хангласского УЛОСа. А на ваших экранах Артур Бурцев вчера он выиграл в дистанции 10 тысяч метров с огромным отрывом. Сегодня, наверное, будет рассчитывать на победный финиш. Он проживает в городе Санкт-Петербург. Выступает за команду у Салдонского УЛОСа. Победитель Кубка России в этом году у него на дистанции 10 тысяч метров лучший результат был 29-46 секунд. Это его личный рекорд. А на дистанции 5 тысяч метров его личный рекорд это 14 минут на 4 секунды. Да, вчера вот по итогам, да, вот забега на 10 тысяч метров новоиспеченный чемпион седьмых игр представитель УСалдонского УЛОСа Артур Бурцев очень лестно отозвался о покрытии стадиона Амма Олимп. В общем-то, все спортсмены хвалят, да, вот данное покрытие говорят, что оно не слишком твердое, так и не слишком мягкое. Действительно, новая арена Амма Олимп построенная специально для проведения данных игр. Потрясающий стадион Это единственный стадион с таким цветом беговой дорожки но именно синего цвета да, такого синего цвета но стадиона таких других нет а вот спортивный комплекс триумф там тоже такое покрытие такого же света но именно если взять стадион то это как бы первый случай и это уже напоминает городе Берлине в 2009 году проходил чемпионат мира по легкой атлетике и примечательно, что в беге на 100 метров 200 метров были установлены рекорды мира и Берлин также является местом установления рекордов мира по марафонскому бегу то есть это как бы две олимпийские дистанции самая короткая дистанция и самая длинная дистанция в одном городе спортсмены высокого класса они знают где на каких дорожках можно устанавливать рекорды места там по погодным условиям и так далее и все идет к этому все планируют к этому есть ну дорожки бывает разное покрытие где-то твердое где-то мягкое кому-то может быть хорошо а кому-то наоборот и так дается старт бега на дистанции 5000 метров седьмых спортивных игр народов республики Саха который проходит в Амге в стадионе Амга Алим да и стоит наверное добавить да вот если продолжать разговор о стадионе Амма Алим вмещает 3000 мест действительно потрясающая арена на которой вчера вечером состоялась церемония открытия игры сегодня у нас здесь проходит второй соревновательный день по легкой атлетике да 5000 метров мужчины мы видим Артур Бурцев занял лидирующую позицию он возглавляет забег в его дебюте ну и давайте наблюдать за тем как будет проходить борьба да вторым пока держится Александр Маеда на третьей позиции Алексей Кардашевский из Чаровчинского Луса на четвертой позиции вчера он занял третье место Николай Копырин совсем молодой парень 99-го года рождения что же будет в этот раз все опытные спортсмены за Артуром Бурцевым наверное не будет будет наверное борьба за второе место спортсменов они знают свой уровень и держаться за ним может это потом плохо сказываться на финишном створе поэтому могут его отпускать то есть вы думаете что осознанно да вот да вот Артур Бурцев он на голову выше как бы своих соперников поэтому наверное с ним бежать в очень быстром темпе это наверное скажется потом потом поэтому они будут скорее всего вот здесь не хватает Кузьмы Татаринова когда он бежал выиграл у Артура Бурцева он является в космином республике бегом на десять тысяч метров у него напомним 29 минут одна секунда это говорит такие цифры может быть простым зрителям ни о чем не говорит но вы все знаете вы может быть бежали дистанцию тысячи метров так вот если это соотносить по километру выходит 2 минуты 54 секунды на километр вы сдавали нормативы на тысячи метров сейчас идет тоже норма на золотой серебряный значок может быть знаете что это такое бежать в дистанции тысячи метров вы можете по себе осенить какова скорость была у Кузьмы Татаринова тем более я знаю что он мне рассказывал был проходил бег в плохую ветерную дождливую погоду по-моему был город Тебоксары на чемпионате России тогда он занял 7 место с огромным результатом рекордом республики 29 на людей норма мастера спорта международного класса по-моему составляет 28 минут то ли 30 то ли 35 секунд где-то полминуты ему не хватило к сожалению очень ну рано закончил бегать сейчас он находится на стадионе смотрит по-моему со своими друзьями и продолжает у нас лидировать Артур Бурцев представитель салтанского улдуса он у нас бежит под 48 номером периодически смотрит на часы да и Артур Бурцев наверное он как бы знает что он может на последних метрах выиграть поэтому у него может быть впереди какие-то другие соревнования в конце в конце июля будет проходить чемпионат россии может быть он хочет сохранять свои силы для этих соревнований поэтому он не хочет как бы полной силы бежать ну и я хочу немножко рассказать про одного спортсмена судьбы спортсмена бывают разные я хочу рассказать про спортсмена эфиопский спортсмен Мирис Виктер когда он на олимпийских играх в 72-м году выиграл бронзовую медаль а ему еще предстояло бежать вторую дистанцию то ли это было 5000 метров то ли это было 10000 метров на олимпийских играх бывает разминочный стадион рядом с местом проведения другой стадион и когда он разминался к нему подошел тренер и сказал извини Мирис мы опоздали на старт что почувствовал спортсмен тогда я это не могу понять и но случилось такое что он опоздал на старт а когда по возвращении на родину эфиопию его посчитали что он специально не вышел даже дошло до того что его посадили в тюрьму за то что он не выступил на этих соревнованиях когда он считался фаворитом именно конкретно на этой дистанции я не знаю какие условия там содержание но эфиопия это не очень богатая страна условия наверное не ахти какие но он продолжал тренироваться а потом случился такой момент еще на семь семь шестом году в Монреале когда нас Павел Пенимов выиграл и когда был этот триумф Роман Дмитриевов стал Александр Иванов на этой олимпиаде сборная команда эфиопии за день до соревнования за день до соревнования она снялась и уехала на родину представляете такую картину что может быть испытать человек который спортсмен готовится к этим соревнованиям в течение многих лет должен был завтра выйти на старт ему говорят руководители все мы из-за апартееда Южной Африки мы отказываемся от этих олимпийских всех собрали посадились в самолет и улетели на родину тем самым он как бы пропустил вторую олимпиаду потом в семьдесят девятом году на кубке мира он выиграл две дистанции пять тысяч метров и десять тысяч метров но тогда у него возраст был где-то в районе четырех 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 уже постарел мы будем как бы работать с молодыми ребятами он все плюнул и начал сам готовиться к этим олимпийским играм выиграл кубок мира в восемьдесят девятом году был включен выиграл национальный чемпионат и был включен состав команды на олимпийские игры которые проходили в восемьдесятом году как вы знаете в Москве и случилось такое когда он приехал в Москву все говорили что мир все второго он уже такой постарел я даже где-то слышал перед тем как он выйти на соревнования на старт делал ускорение пятнадцать раз по четыреста метров это очень много для разминки можно сказать и когда он выходил на старт он был измотанным как бы лицо и все журналисты сказали что мирусом все уже ясно он не может побороться за медали тогда на этот старт вышел Лас Сибирь четверократный олимпийский чемпион это он два раза выиграл и в Минхене в 1972 году и в Монреале в 1976 году финский знаменитый бегун четверократный олимпийский чемпион и все как бы надеялись что он опять повторит успех как вы четырех водителя в давности в восемьдесятом но случилось так что мирус Виктор несмотря на то что от него отказалась федерация для катетики эфиопии он выиграл обе стаинской дистанции пять тысяч метров и десять тысяч метров наконец-то наступил его как бы звездный час в протяжении таких стольких лет и надо преклоняться перед такими ну иногда вот смотришь на протоколы и некоторые могут подумать а эфиопия или кения там или другие страны которые вот сильно развиты бегун ну на самом деле то что происходило в душе этих людей этих спортсменов это обычные люди иногда зрители про спортсмена бывает такое что они пишут плохо поэтому я хочу призывать зрителя воздержаться как бы одностороннем соотношении всегда надо узнать среди спортсмена бывают всякие моменты что скажется на их результаты ну и собственно об этих результатах да у нас Артур Бурцев спокойно уверенно продолжает бедировать в забеге он на последних кругах наверное будет отрываться и как бы отработает свой номер в начале в начале вот данного забега предположили что Артур может пробежать данную станцию в эконом режиме да? 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 так группа лидеров это Артур Бурцев лидирует за ним бежит Александр Маеда представляющий сборную команду Амгинского за ним Николай Копырин город Якуз и четвертым бежит Алексей Кардашевский Алексей Кардашевский десять лет назад на дистанции десять тысяч метров на спортаке Демонтяры стал чемпионом тоже очень опытный работает тренером на терапинской спортивной школе интернат занимается под руководством Татьяна Юрьевна и Жирковой Николай Копырин тоже в прошлом году становился серебряным призером первенства России на дистанции десять тысяч метров тогда он бежал тридцать две минуты по-моему тринадцать секунд это очень приличный результат для молодого спортсмена но месяц назад на чемпионате Республики он не попал в призовую тройку немножко похрамывал но сейчас мы начнем немножко лучше себя чувствует и сейчас он будет бороться за наверное за второе место между Александром Аэду и Николаем Копырином вот болельщики на трибунах поддерживают своих клиентов друзей после команды ну в этой дистанции конечно же надежды жителей амги болельщиков амгинской команды связаны с Александром Маэдом он бежит у нас под 50-м номером да ну артур бурцев лидирующий в этом забеге он бежит под 48-м номером представляет представляет Усть-Алданский Улус напомним еще раз вчера на дистанции 10 тысяч метров он завоевал золотую медаль седьмых спортивных игр народов республики и Алексею Кардашевскому что-то немножко трудно дается этот бег вот бежит Степан Степанов с команды верхнего лидерского Александр Маэдом выиграл на дистанции 3000 метров что говорит тоже о его хороших скоростных качествах он тренируется под руководством Василия Спиридонова Василий Спиридонов является чемпионом России бега на 100 км очень опытный спортсмен много раз выступал на чемпионатах его мира сейчас он как бы прошлого года уже как бы официально но не официально у него есть группа бегунов которые тренируются под его руководством и показывают очень хорошие результаты тут же Роман Алексеев тренируется у него но нет у нас изменений да вот в гонке лидирующей группы да если вернуться к мировым лидерам то рекордом мира является 22 минут 12 минут 26 секунд это они бегут Кенинин Саби Келли является рекордменом мира бега на 5000 метров то есть скорость бега на километр 2 минуты 31 секунды рекордменом республики является Кузьма Татарина результат 14 минут 13 секунд если я не ошибаюсь тогда он занимался под руководством первого мастера спорта нашей республики Артура Феопанова который впервые в истории якутского спорта стал мастером спорта в марафонском беге в городе Белая Серковь в Украине выполнен норматив с результатом 24 минут 58 секунд 91 год это был год тяжелый для всех украшения Советского Союза распада и в те времена найти деньги было очень тяжело но все равно спортсмены как-то находили я вот вчера здесь на этой стадионе приходил рано утром бежать в зарядку я встретил Михаила Егоровича Гриблянова и он рассказывал как было те тяжелые годы Александр Маеда оторвался идет уверенно на второй позиции Николай Копырин что-то немножко отстал бежит на третий ну Артур уверенно бежит для него грубо говоря это может быть тренировочный бег он готовится к другим стартам промежуточная работа может быть Александр Маеда буквально на круг ну в этом круге намного ушел вперед за третье место может разгораться очень интересная борьба потому что Николай Копырин идет атакует Алексей Кардашевский Григорий Николаев на ваших экранах Александр Артур лежит ему сейчас наверное да судя по бегу это финишные заканчивают дистанции и становятся победителем спортивных игр Александр Маеда на ваших экранах становится серебряным призером что он вчера на дистанции и вот Николай Копырин заканчивает дистанции третьим тоже на дистанции 10 тысяч метров стал бронзовым призером и повторил свой вчерашний успех для него это успех стать среди взрослых людей становиться бронзовым призером ну и Артур Бурцев отметим две золотые медали за два соревновательных дня впечатляющий конечно результат и Артур Бурцев принимает поздравления очень спокойно ну кажется да вот по крайней мере что очень спокойно пробежал победы никто не это не сомневался его победе потому что все таки да и у нас сейчас есть прекрасная возможность пообщаться с триумфатором данного забега Артур просим вас на нашу комментаторскую позицию итак дорогие друзья рядом с нами Артур Бурцев обладатель двух золотых медалей соревнований по легкоатлетике седьмых спортивных игр народов республики Саха-Якутия итак Артур разрешите поздравить вас с таким замечательным успехом ну и расскажите как прошла дистанция насколько вот вам на борьбу навязал представитель ангинского улуса Александр Маедов ну для начала я хочу сказать спасибо спасибо зрителям болельщикам которые болели это очень здорово и приятно когда ты бежишь и за тебя болеют переживают и поддерживают не только на трибунах но и в своей деревне в своем районе и в городе поэтому эту победу можно назвать для своего района я дабл что можете сказать про Александра я могу сказать что хороший парень я старался как мог ему помочь да и на последнем километре все таки поберег силы потому что может все что угодно произойти поэтому пришлось немножко перебрать ногами поэтому до сих пор отдышка есть да ну вчера вот так же получилось да вы заняли первое место Александр серебро ну и что вы можете сказать насчет покрытия стадиона Амма линк ноги отзываются очень позитивно я могу сказать что это очень хорошая дорожка и для района Амги очень повезло потому что как я и вчера сказал что покрытие если я не ошибаюсь это монда и многие регионы могут позавидовать не только якутскому но и амгинскому наследству потому что ну таких стадионов очень мало и это здорово что под каждые игры в каждом районе строятся новые объекты социальные и в том числе и спортивные которые жители могут в дальнейшем использовать потому что у нас ну я уже не раз подчеркнул в Санкт-Петербурге для 5 миллионов города там всего 4 стадиона то есть это я считаю мало а якутска уже наверное переплюнул и я надеюсь что в 22 году вам это в барагонцах у нас построят не хуже объект я уже немножко расспрашивал мне самому это интересно потому что ну это все остается как обычно простым жителям и когда они могут уже после самих соревнований тренироваться и вот ну заметные изменения да вот например в якутске я когда приезжаю я вижу сколько людей начинает бегать сколько людей приходит на стадион тренируется и это не только молодое поколение но и старшее поэтому это здорово да ну вот у вас две золотые медали игр вот у спортсменов иногда вот есть такая традиция да посвящать победы кому-либо вот кому бы вы можете кому можете посвятить вот две золотые медали ну конечно маме потому что мама родом с якутска с деревни нашей за которую я выступаю и защищаю честь своего района поэтому это в первую очередь спасибо моей маме за то что она меня родила за то что воспитала и своим родственникам потому что если бы я с ними не поддерживал связь вряд ли бы я сюда приехал ну и такой вопрос вот седьмые спортивные игры вот после якутской олимпиады на каких стартах мы можем увидеть вас на самом деле у меня очень сейчас начинается сезон обширный то есть я буквально завтра будут еще эстафеты и я хочу помочь своей команде завоевать третье золото и постараюсь приложить все силы и сразу же я улетаю в Пермь у нас в Перми будет ЦС Динамо то есть ведомственные соревнования дальше я еду в Екатеринбург это в середине июля и в конце июля в Чебоксары то есть июля у меня очень насыщен перелетами поездками но я не мог пропустить эти соревнования и даже при условии что так тяжело то есть я в Санкт-Петербурге пропускал старты готовить специально здесь выступить ну что ж Артур большое спасибо что уделил нам время желаем тебе удачи на следующих стартах и желаем успехов поздравляем еще раз победу спасибо вам тоже всего хорошего да дорогие друзья тем временем у нас на арене Олимп продолжаются соревнования по легкой атлетике и у нас 200 метров дистанции возвращаемся к этой дистанции и у нас пробежали девушки по традиции да у нас девушки открывают соревнования перед вами победительница забега Анастасия Колесникова и тем самым она становится обладательницей золотой медали наших соревнований видим как спортсменка радуется своему успеху ну и замедленный повтор предлагает нам режиссер телетрансляции видим как хорошо работает на последних метрах представительница Кобяйского улуса и финиширует с комфортным запасом Анастасия Колесникова спортсменка 2002 года рождения да Кобяйский улус он очень сильно выступает в спринтерских дистанциях и прыжковых дисциплинах напомним в 2010 году Алина Ступина делала настоящий фурор она выиграла среди женщин на дистанции 100 метров ну что ж а сейчас у нас юноши выходят на старт также дистанция 200 метров и также финал и так у нас по первой дорожке бежит Артем Антипин от Черопчинский улус вторая дорожка Виктор Золотов Ангинский улус третья дорожка Данил Лаврентьев город Якутск четвертая дорожка Джулус Хан Тихонов Мегин Конгласский улус пятая дорожка Александр Глухов Лянский район и шестая дорожка Тимур Каюмов город Якутска дан старт и давайте смотреть за ходом борьбы в этой спринтерской дистанции 200 метров по третьей дорожке по третьей дорожке бежит Данил Лаврентьев город Якутск призер первенца России очень уверенно бежит и скорее всего станет чемпионом 7 спортивных игр на дистанции 200 метров очень заметный отрыв никакого спорного момента здесь нету с прочим запасом Данил Лаврентьев финиширует первым и он становится чемпионом в этой дистанции поздравляем тренерский штаб города Якутска и самого Данила Лаврентьева с этим золотым успехом Тренируется под руководством заслуженного тренера республики Саха-Якутия Петра Александра Нечаева Петра Александра Нечаева уже много лет с каждым годом у него появляются такие хорошие бегуны бегуни прыгуны в том числе Диана Адаска Сергея Ченарова много таких спортсменов которые побеждали на различных соревнованиях первенства России Дальнего Востока ну и по республике конечно естественно и давайте посмотрим в замедленном действии как Данил Лаврентьев на финишной прямой работает и с каким он запасом с преимуществом вот пересек линию финиша Данил Лаврентьев еще раз озвучим обладатель золотой медали седьмых спортивных игр народов республики Саха-Якутия по легкой атлетике в дистанции двести метров в дистанции движет Екатерина Стрюкова Черопчинский улус по второй дорожке Кыдана Собакина также представляет Черопчинский улус третья дорожка Татьяна Зиничева Кобяйский улус пятая дорожка Екатерина Сотникова Лёгминский улус и шестая дорожка Наталья Сапожникова Мирненский район Да, здесь борьба наверное будет между Татьяной Олежкой она вчера стала победить на дистанции 100 метров Зиничева от Татьяны Кобяйский улус ну и Собакина Кыдана она вчера я у нее спросил она сказала мне нужно попасть в тройку все по-другому она вчера бежала на дистанции 40 метров сейчас очень здорово Татьяна Зиничева какая лидирует но чтобы Татьяна Олежка вчера на 100 метров она включает нет этот день сегодня Татьяна Зиничева празднует победу на дистанции 200 метров вторая Татьяна Олежка Амкинский улус и третья Собакина Кыдана Ачарапчинский улус поздравляем Татьяну Зиничеву это наверное скорее всего первый успех на таких крупных соревнованиях тренируется под руководством Дмитрия Дмитриевича Собакина Кыдана тоже Дмитрия Дмитриевича уже солидная группа прогунов спринтеров поздравляю спринтера и Татьяна Зиничева становится закладательницей золотой медали она взойдет на высшую ступень педестала представляет она Кобяйский улус еще раз отметим ну и поздравляем болельщиков тренерский штаб Кобяйского команда Кобяйского улуса и саму Татьяну Зиничеву что ж у нас остается старт да вчера чуть-чуть проиграла на дистанции 100 метров сделала правильные выборы тренеры подсказали наверное какие у нее есть сильные стороны на других спортсменах смотрят вот она высоко поднятой рукой как Валерий Борзлов в 72 году когда выиграл олимпийские игры на дистанции 100 метров и 200 метров единственный советский спортсмен который выиграл две дистанции на олимпийских спринтерских дистанции на олимпийских играх высоко поднятой рукой так поздравляем еще раз Татьяну Зиничеву Кобяйский улус вот три спортсменки поздравляют друг друга они знают хорошо себя всех своих соперниц много раз выступали на различных соревнованиях очень здорово потому что они поздравляют друг друга здесь нету такого чтобы кому-то там не видеть они все понимают что они занимаются таким прекрасным видом спорта как легкая атлетика да в спорте есть соперники в спорте нет врагов итак готовится старт среди мужчин и совсем а скоро мы узнаем имя обладателя золотой медали а также имена призеров дистанции среди мужчин дается старт и давайте смотреть внимательно за тем что у нас происходит на беговых дорожках пока Валентин Иванов из команды Ленского выходит на финиш напрямую мидерам мы все на равнице Михаил Жарин Амгинский Лус да Михаил Жарин он вчера стал бронзовым друзьям сегодня он принес своей команде опять же высокоподня за рукой Михаил Жарин у себя на родине Амгинском Лусе принес долгожданную победу на него много рассчитывали он все таки спортсмен немножко возрастной 33 года для спринта это очень много но несмотря на это Михаил Жарин приносит своей команде золотую медаль седну спортивных игр народов республики Саха Якутия и стадион приветствует его врук почета да очень тепло встречает успеха своего спортсмена болельщики Амгинского района ну и Михаил Жарин да Михаил Жарин я в прошлом году спрашивал сказал обидно что в этом году как бы соревнования перенесли запаводка он был очень хорошо готов выиграл чемпионат республики очень здорово бежал и он сказал еще один год как бы надо отработать надо тренироваться и вот долгожданная победа он уже думал наверное закончить активное выступление на беговой дорожке наверное он поставил жирную точку выиграл дистанции 200 метров и поможет завтра своей команде шведской эстапете на чемпионате республики команда Амгинского луса шведской эстапете выиграла эстапету поэтому нет очень много шансов ну и это результат всей этой работы Михаил Жарин на домашних играх спортивных играх народов республики Сахай-Якутия перед собравшейся аудиторией перед своими земляками побеждает в этом забеге и становится хозяином золотой медали мы видим эмоции спортсмена да когда выиграл на других стадионах это все равно было отрадно но не так как у себя дома у себя дома когда знакомые когда друзья одноклассники однокурсники и все это очень намного приятно тем более у себя на родине истинно помогает вот это наконец сработало вчера буквально фотофиниш выявил тройку призеров фотофиниш показал что Михаил Жарин был на третьей позиции были немножко спорные моменты кто же выиграл но в этот раз бесспорно он выиграл на дистанции 200 метров и красавица стадион вы видите амга алим высоты третьего полета ну и конечно выступать дома при родных стенах да это приятно а еще приятнее выигрывать ну и очень ответственно и немножко все таки груздавит перед своими поклонниками выступать немножко хуже было бы намного обидно но он очень психологически был устойчив это показывает что он выиграл эти соревнования с большим отрывом бесспорно бесспорно не понадобилось ни фотофиниша ничего такого вы видите моменты сегодняшнего дня второго дня соревнования по легкой атлетике самые лучшие моменты это Максим Авчаренко на ваших экранах выигрывает дистанцию на 800 метров но сегодня нам подарили спортсменов очень приятные моменты были яркие моменты Елена Мутовина на дистанции 3000 метров среди девушек в гордом одиночестве выиграла финальный забег да действительно очень да вот это вот Михаил Соловьев с команды Черептинского до сих пор идут споры вот он сходит с дистанции очень обидно тот самый момент да ему прожженел колокольчик он уже много сил отдал немножко неправильно но может тут говорить все неправильно информацию Надежда Сергеева Буд тоже была верна своей тактике и выиграла на дистанции 3000 метров очень довольна вот Сардана Трофимова тоже очень довольна с тем что подруга выиграла даже Буршик мне кажется просто такое бывает просто россыпь да медали у воспитанницы Татьяны Жирковой и Артур Бурцев ну я рекомендую командам улусам чтобы давать своих хороших спортсменов тайеров в руки такой опытный тренера Татьяны Юрьевны Жирковой ну у нее сейчас в группе тренируется где-то я у нее спросил она официально 8 человек у нее тренируется но есть и любители бега которые хотят похудеть немножко выглядят стройным у нее тоже тренируется но все равно у нее очень много времени отнимает работа именно с такими спортсменками как Сардана Трофимова как Надежда Сергеева как Степанов Дмитрий Алексей Кардашевский у него тренируется Алена Татаринова очень хорошая компания очень хорошая такую работоспособную спортсмены собрались и само собой результаты показывает это вот это вот победный финиш Михаила Жарина Валентин Иванов из команды Ленска занимает второе место Вчера чтобы скинув руки так финишировать ну и пробежка перед трибунами победителя ему тут не хватает флага сборной команды амгинского с нами согласитесь получился очень интересный второй соревновательный день по легкой атлетике мы можем с уверенностью сказать что завтра вас ждет не менее интересные противостояния на беговых дорожках стадиона амма олимп дорогие друзья завтра также присоединяйтесь к нам занимайтесь спортом и будьте здоровы до скорых встреч в эфире